Алхимик Разил Даркбрю или Разил Даркбрю. Вступивший в Ряды Сентинал лишь целью накопления финансов для своих исследований, этот бессердечный гоблин использует жестокие садистские методы для добычи богатств. Он может закинуть в противника колбу взрывчатым веществом, либо орошать землю ядовитыми кислотами. Алхимик холоден и расчетлив, несмотря на это он очень преуспел в борьбе с коржами. Манту нельзя создавать, хорош. На вставочку, можно? Ну это на вставочку, как говорится ребятки. Погнали, напрягаем спляночку заранее. Что с моими кнопками? Что с моими кнопками? Что я делаю? Латар ВД. Нифигасе меня шандарахнуло. Чего, Бара Мхан? Ты выладишь там, пробежался чисто рядом. Тот успел чаржнуть, и он говорит Бара Мхан. Это же не логика. Дай фиссуру, брат. Чего ты фиссуру не даешь? Фиссуру дай. А, животное бежит. А я сейчас еще бабахну. Понимаю. Понимающий. Мда. Боже. Что за игра? Вообще жесть какая-то. Что это такое? Что-то вообще меня пинают ногами. Рак, короче, да? Всем привет, дорогие друзья. С вами я, Акстанас. И сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы будем разбирать этот гайд, вот эти спонсоры, конечно же, им похвала. Спасибо, ребятки, что смотрите, что поддерживаете. Двигайте мой YouTube канал от души, ребятки. Не забывайте про то, что спонсорка работает. Ее вы можете подключить по кнопочке спонсировать. Находится она внизу. Там же где и подписаться, отписаться и прочие все моменты. Там она рядом. Подписываться не надо. Можно подписаться. Если вы впервые на моем канале, welcome, как говорится. Подписываться на канал. Ставьте лайк, ребятки. Спасибо всем, кто поддерживает. Кто двигает мой YouTube канал. Для вас я рад стараться. Также в этом гайде еще будет очень много интересного. Рекомендую досматривать до конца. Ну и что ж. Сегодня у нас гайд, как вы поняли, на метаосилача. А именно, алхимик. Да, алхимик. Вот этот прикольный огур с гоблином на шее. Который реально выносит катки. Это метовый герой 85-й карты. Он очень, ребятки, сильный. И сегодня мы разберем, как работают его способности. И что в целом он делает на карте. И как вообще юзать его. То есть, много чего мы сегодня будем разбирать. Поэтому, ребятки, не скипайте. Что ж. Как работают способности, спросите вы. И какие они? Как работает Ацит, мы узнаем. Как работает у нас Unstable Concoction. Также знаем. Как работает у нас Goblin Grid. И как работает Chemical Rage. Да. Все это мы сегодня разберем. Что ж. Не буду затягивать. Будем переходить к теории, ребята. Не скипайте теорию. Досматривайте до конца, чтобы знать немного больше. Больше. Поехали. Итак, ребята. Переходим, конечно же, к изучению наших способностей. Первая способность на нашем персонаже. Это Ацит Спрей. Д-Хоткей у нас. И это вот такая вот огромная АОЕшка. Которая у нас составляет 625 единиц. И дальность применения 900. У этой способности очень большая дальность. И что у нас будет происходить, когда мы будем направлять на область по Хоткею. Вот так вот у нас кидается туда зеленое облако, которое наносит урон физически каждую секунду. При этом еще и снимает армор. В случае, если вы заходите в эту тучку. Если вы входите в эту АОЕ. И тогда вас начинает очень жестко дамажить. Посмотрите. Пошла у нас вся тема. У нас минус армор. И, конечно же, мы начинаем получать армор. Есть определенная длительность у этой тучки. Она составляет 16 секунд. И по уровню прокачки у нас тут увеличится количество урона, которое наносится в секунду. И, конечно же, количество снимаемого армора. Который забирается во время нахождения этой тучки. Так что такое простенькое у нас объяснение. Что ж, давайте разберем досконально. Сейчас поюзаем на оппонентов и посмотрим, что будет делать. Вообще, в принципе, первый спелл это у нас такой фарм спелл. Ну и файтовый спелл тоже. Потому что снимает небольшое количество армора. А именно 7 армора это тоже, в принципе, приемлемо. Закидывайте в кучу. Вот так вот, конечно, и получается у нас, что персонаж немножко ослаблен. То есть, видите, Тинни минус 12 процентов потом. И тут у нас еще тоже 4 процента смягчение. Тут 21 и, конечно, 20 процентов. То есть, минус армор хорошо работает. Ну и ДПС, тот который у нас наносится еще. Также его стоит отметить. Очень даже неплохо дамажит. На 85 карте Ацид просто выгоняет слайнов всех персонажей, у кого нет армора. Поэтому приходится напрягаться. Да даже те, у кого есть армор, очень сильно напрягаются. В целом, по этой способности тут более нечего рассказывать. Давайте выведем табличку. Смотрите. Дальность применения 900. Радиус 125. Урон в секунду 15, 20, 25 и 30. Снижение брони 4, 5, 6 и 7. Длительность задержки ауры 0,5. Это то есть вот это время, когда тучка кидается и через 0,5 секунд она начнет работать. Длительность 16 секунд, как я уже и говорил. Мана, как я уже и говорил, я тороплюсь. Просто хочу вам по-быстренькому рассказать все и уже пойти колотить криптиков. Требуется мана 130, 140, 150, 160. Перезарядка 22 секунды. Не блокируется иммунитетом к заклинанию. Почему, спросите вы? Потому что это физический урон. Физический урон, соответственно, только работает на армор. Если много армора, урона тогда не будет социда наноситься. Если армора мало, то, соответственно, урона будет наноситься много. То есть это вот такая вот небольшая вот контра персонажей, которая находится без армора на карте. Вот такая вот приколюха. Урон физический, как я уже говорил, в принципе, это считается фарм спеллом. То есть почему фарм спеллом? Вы сагриваете образно 3 пачки, кидаете ацид в центр и все это быстренько зафармливаете. Очень легкое применение. При этом бьет еще и в инвест. То есть просто тучка, которая очень сильно солит. В принципе, все по этой способности. Поехали на некстовую. Итак, друзья, следующая способность на нашем персонаже, это, конечно же, Unstable Concoction. Эта способность заставляет оппонента уйти в стан, получить много урона. И, конечно же, это еще у нас специфический спелл, который нужно напрячь и нужно выкинуть. Чем дольше напрягаете, тем сильнее будет у нас, так сказать, действие и эффект этой способности. Очень специфичная тема, она еще и массовая. И сейчас мы разберем досконально эту способность. Наносит она, кстати, также физический урон. Алхимик у нас полностью физушник. Вот так вот и получается. Хоткей у нас E у этой способности. Дальность применения у нас 800 единиц. Нажимаем хоткей E и, смотрите, у алхимика появляются над головой какие-то циферки и он начинает моргать. Эти циферки видно и вам и оппонентам. То есть они будут начинать прятаться от вас, чтобы вы не выкинули в них эту скляночку. А ваша же задача будет это выкинуть эту скляночку, конечно же, успеть. И либо если вы не выкинете, то, конечно, вам нанесется урон и вы получите оглушение. И это очень-очень плохо. Также эта тема может не сработать, если вы находитесь в БКБ или в каких-то астралах. Или, может, в Еуле там будете крутиться. Или если на вас будет действовать какая-то дополнительная физическая защита. То есть там репел может, а вы не получите этот стан. Также этот стан можно будет еще закайтить ультимейтом или мантой. Я потом это покажу и мы это разберем еще. Что ж, надеюсь, вы поняли применение этой способности. Хоткей E нажимаете, у вас напрягаются скляночки и нужно выкинуть эту АОЕшку под последние секунды. Чем сильнее вы напряжете, а именно нужно напрягать 5 секунд. 5 секунд и тогда действие, действие вот этого эффекта будет максимально разогнано в зависимости от уровня прокачки. У нас тут разгоняется и стан, и урон с этой способности. И чем сильнее вы напрягаете, тем больше будет эффект от этой способности. Он не будет выше порога, который вы изучили. То есть образ на первом левеле, если вы напряжете максимум стан, то есть максимум второй спел вы натянете. Вы нанесете максимальное значение урона 150 единиц и оглушите оппонента на 1.75. Так что вот такая вот тема. Давайте выведем табличку и поговорим по табличке. Смотрите, радиус взрыва 175. Это то есть у нас вот эта вот АОЕшечка конечная, она также еще массово может подстанет. Смотрите, оп. И Слардар также получил станчик и получил также еще и физический урон с Т2 спела алхимиков. Далее, что у нас тут есть? Есть подготовка 5.5 секунд. Это то есть вот это самое время, когда алхимик подготавливается. Смотрите, 4.5, видели, был отсчет. И максимальное время подготовки это 5.5. То есть когда уже 0.0 или 1 секунда, желательно уже выкидывать, начинать. Потому что это уже более максимальное такое значение. Разогнано у нас спел уже получается и можно уже вжарить. Потом далее, смотрите, максимальный урон 150, 220, 290 и 360. Это урон, который мы будем наносить физическим уроном. Опять-таки, если там армора не будет, то очень много урона нанесет. На Астрал этот урон не работает, если что, ребятки, запомните. И оглушение 11.5, 2.5, 3.25 и 4 секунды оглушения. 4 секунды массового оглушения, это очень хорошо. Монокос 120 и перезарядка 16 секунд. Как работает этот спел на линке и на БКБ? Сейчас мы это будем разбирать. Развеивать у нас вроде как нельзя эту способность. Сейчас мы посмотрим тем див. Это тоже меня, если честно, интересует. 24-2. Давайте попробуем развеять тинников. В тинника я закину эту колбу и мы ее развеять попытаемся. Оп. Нет, не развеивается стан, кстати. Обратите внимание, стан не развеивается. Я, если честно, никогда не обращал на такой нюанс, что стан не развеивается. Сейчас мы это еще раз проверим. Смотрите, напрягаем, выкидываем. Тинник у нас идет. Я его диспелю, но не получается. Мне получается, может быть, какие-то сильные развеяния сможет снять. Если что, вот здесь вот ставочку я ставлю. Попробую пресс-атаком разбудить тинника. По идее, получится, я думаю. Ну и так, давайте разбирать. Смотрите, у нас тут есть у оппонента линка. И линка, конечно же, блочит у нас второй спелл. Но блочит очень интересно. Смотрите, выкидываю. Блочится стан, но урон доходит. При этом, если обратить внимание сейчас, на масуху не работает у нас также этот спелл. Как работает урон, я, если честно, не помню. Но на масуху стан не будет работать. То есть, смотрите. А, нет. Работало. Смотрите. То есть, у нас таурен не получил стан. А, тинник получил все. И урон, и стан. Очень интересная работа с линкой. То есть, это специально для вас на тесты. Оп, вот так вот выкидываю. Смотрите. Тинь у нас уходит стан, а таурен не уходит. Но при этом оба получают урон. Очень интересная работа против линки. И сейчас посмотрим работу против БКБ. Естественно, на БКБ мы не сможем направить эту способность. Не сможем. И если вот так вот попробуем выкинуть, то урона также нанесем. Но очень странная работа, потому что ведь это физический урон. Урон должен наноситься. Что-то меня эта цемочка уже немножко подбесила. Давайте ее кикнем. И вы хорошо. То есть, понимаете, в БКБ как эта тема не работает. Ну и, естественно, если вы вот так вот будете напрягать. И будете находиться в БКБшке. И зайдете в толпу. То вы также оглушите. Но сами не оглушитесь и не получите урон. То есть, такой вот вы бомбочкой туда прыгаете. Можете не выкидывать. Главное, чтобы близко все стояли. И застанете. И все сработает. Вот такая вот у нас, ребятки, тема по алхимику. Второй спелл очень хороший. Это спелл такой, знаете, файтерский. Перед дракой. Напрягаете образно, как это должно выглядеть. Вот тут вы видите под вардом оппонентов. Опа, уже бежите. Напрягаете. Хорошо. Хорошо. Запрыгаете. Опа, есть. И началось. Вот так вот. По второму ходке выкидываем эту скляночку. И наносим урон нашим оппонентам. Так что вот такая вот, ребятки, у нас способность. Очень интересно. Надеюсь, этот обзорчик вам понравился. Понравится. Сейчас мы будем разбирать уже Goblin Grid. И, конечно, посмотрим, что у нас там есть. Итак, друзья. Следующая способность на наших персонажей, это, конечно же, Goblins Grid. Данная способность позволяет алхимику выфармливать намного быстрее, чем другие какие-то герои. С добивания крипов, с добивания героев. Там, допустим, еще какие-то микро-моменты будут. Мы их будем также выяснять. Вы получаете бонусное золото. В зависимости от уровня прокачки, у нас тут есть базовое и максимальное значение золота. Также, при поднимании рун, вы будете получать 5x от руны. То есть, вот лежит руна, и в 5 раз больше золота с этой руны вы получаете, если у вас прокачана монетка. И за счет монетки, в целом, алхимик реально очень быстро фармит. И у него тут монетка апнута. В отличии от 83-й карты, конечно. И это просто имба. Самая первая монета, как вы знаете, на первой минуте она резаться дает 100 золота. Алхимику она даст 500, так как в 5x. А еще вы помните, наверное, я делал видос, что поднимая монетки на разной минуте, то есть, вы все знаете, что по механике игры монетки с временем начинают давать золото больше. И для алхимика это огромный плюс. И я тестил, сколько нужно времени, чтобы алхимик поднимал очень много золота с монетки. Образно там 6000 с одной монетки, чтобы поднять. Сколько нужно времени. Рекомендую этот видосик посмотреть. Он будет по ссылке в описании. Тоже там в закрепе, можно сказать. Я в закрепе, наверное, оставлю. И оставлю еще в описании. Не забудьте посмотреть, реально очень интересно. Ну и что ж, давайте разбирать Goblins Grid досконально. Сейчас мы потестим первые моменты, как получает золото он с крипов. И далее посмотрим, как он получает золото с баунтирун. Так, смотрите, у нас баунтируна резнулась. И сейчас мы, подбирая ее, получим 5 раз больше золота. Сколько получим? 310. Первая монетка, она там сколько? 50-70 золота дает. Ну, вторая, это уже какая? Вторая монета, потому что четвертая минута. И мы получим 300 золота. 300 золота. И с течением определенного времени золота мы будем получать больше с монет. Так что это первая такая тема. Вторая тема. С добиванием крипов. Как работает монетка при добивании крипов? Смотрите, у меня Goblins Grid первого левела. Базовое золото и максимальное. Когда вы добьете одного крипа, вы получите 6 фиксированных золотых монеток. И они причем вот так вот будут плюсиком кидаться. Дальше я получу 9. По 3 стакается. И получу 12. И 12 это будет мое максимальное значение золота на первом уровне. То есть сейчас мы получим опять 12. Потом опять 12. И так далее. Эти стаки золотые. Это золотые стаки. Объясню почему. Они имеют определенную специфику, которую я вам сейчас буду объяснять. Каждый вот этот стак по 3 золота в разгоне от базового до максимального имеет свой стак. О чем это говорит? То есть каждый вот этот стак, если вы набиваете огромное количество крипов, он будет слетать через 30 секунд. То есть надеюсь вы это понимаете. Давайте сейчас пофармим и я вам покажу о чем я говорю в целом. Вот вы фармите, фармите и вроде вы уже разогнали эти стаки и должны получать по 12. Но нет. Проходит 30 секунд с момента добивания первого стака и он скидывается. И вам снова нужно добивать эти стаки. Поэтому, ребятки, запомните эту тему, что каждый добитый крип это независимый стак. И вы будете получать определенное количество золота в зависимости от этих стаков. То есть если вы образно за 15 секунд убьете 30 крипов, то вы получите максимальное количество золота. А если будете добивать, допустим, сейчас добили 5, потом 3, потом 2 и у вас соответственно будет голда постоянно скакать. То есть каждый стак голды, он будет независим друг от друга. Надеюсь вы поняли. То есть через каждые 30 секунд вы не будете обновлять постоянно себе этот стак. То есть, ну, блин, я уже сам, если честно, запутался. То есть образно, если вы на ласт уровне догнали крипов до 36 золота, то в течение 30 секунд эти 36 будут держаться. Нет, это неправильно. Если вы добили там крипов под 36, 36, 36, то через 30 секунд эта тема вся сбросится и вам опять нужно будет под 36 загонять их. Надеюсь поняли. То есть вы не будете постоянно держать в 36. Голда будет варьироваться. Все, надеюсь я это объяснил. Теперь, с чего вы можете получить Goblins Grid? Сейчас покажу. Смотрите. Во-первых, то что мы с крипов добивали, это первый момент. Второй момент. Мы можем добивать крипов обычных на лане, мы будем также получать Goblins Grid. Это у нас второй момент. Третий момент. Смотрите, если вдруг оппоненты ставят сентрички или что-то еще, все вы знаете, что за сентри нельзя получать золото. Но это не так. Алхимик берет это золото. Причем золото будет у нас варьироваться за сентри, в зависимости от того, сколько вы набрали стаков по Goblins Grid. Это у нас получается какой? Третий момент. И четвертый момент. За что можно получать дополнительно золото? Можно получать за зомбарей. Все вы знаете, что зомбики не дают золото. Но алхимик может их подстакивать, подфармливать. Вот так смотрите. Оп, хорошо. И тут еще подзаберем сейчас демони. Покажите, покажите этого браконьера. Вот, вот так вот. И набираете золото. Это у нас такой четвертый момент. За что нельзя получать золото на алхимике? Нельзя получать за товара. Если вдруг вы собираетесь добивать товара, то за товара вы бонус не получаете. И за Коги Клока вы также не получаете золото. Вот такие у нас моменты, ребятки. Получите за Рошана, получите за Эншентов. И в принципе все. Вроде бы я ничего не упустил. Ну а что ж, давайте теперь по уровням прокачки и по табличке. Табличка выезжает и смотрите. Начальный бонус золота. Я объяснил, что это такое. То есть фиксировано, сколько вы получите. Независимо от того, сколько вы настакали. Ну то есть, подождите. Ну фиксировано. То есть получается у вас четвертый левел. Добиваете первого крипа. У вас получается 12 золота. Надеюсь, вы поняли. Смотрите. 6, 8, 10 и 12 золота. Дополнительный бонус 3 золота. То есть за одного добитого крипа вы будете улучшать свою базовую на 3. Потом и разгонять в максимальную. Надеюсь, вы это понимаете. Максимальный бонус золота. 12, 20, 28, 36. То есть на ласт уровне 36 бонус золота вы будете получать в максимальном значении. Время между убийствами. Это у нас 30 секунд. Как я уже и говорил. То есть каждый стак будет у вас держаться по 30 секунд. Следующее. Множитель руны богатств. 5 икс. Как я уже показывал. 5 икс. Руна богатств. И в принципе все. Тут больше нечего знать. Это у нас пассивка, которая отключается сильверейджами. Эту пассивку нельзя снять. Самый прикольный абуз, который у нас есть здесь с гоблин с гридом. Это работа у иллюзий. Иллюзии будут отдельно у себя этот гоблин с грид стакать. Если у вас есть радиенс, есть манта, то вы спокойно сможете мантой подфармливать чуть-чуть больше еще. При этом у вас стак на алхимике на основном будет такой, какой вы добиваете, а у иллюзий свой. То есть вот такая тема иллюзия может сама подстакивать и зафармливать. То есть они там две иллюзии могут набрать по 36 и вы еще 36 и добиваете крипов и очень много золота получаете. Самая классная тема это конечно репликейт морфа. Если алхимик играет против фаса, у него есть радиенс и раскачанная монетка, а в любом случае она будет раскачана, то вы сможете морфом зафармливать так же как и фармит алхимик. Так что вот такая приколюха. Ребятки, в общем по гоблинс гриду надеюсь вы поняли, надеюсь вопросов тут не будет. Не забывайте, что там стаки независимые. То есть нужно будет постоянно там подбивать крипов и голда будет немного прыгать в зависимости от того, с какое время назад вы добивали крипов. Так что вот такая ребятки тема. Погнали на следующую способность. Сейчас будет реально очень интересно. Ульту алхимика жесткий. Кстати, в дополнение к гоблинс гриду, если вы напишите минус ст, то в игре вы увидите здесь количество набранного золота с гоблинс грида. А если есть у вас еще и баунти хантер, то и покажет ст-шку баунти хантера. Но также не забывайте, что ст-шки работают еще и на мирану и на пуджа. И по-моему все. Итак, ребята, и самая жесткая способность, которая у нас тут есть у алхимика. Это конечно же ультимейт его. За что все так не любят алхимика? Потому что он бешено регенится, быстро бегает, быстро бьет. И в целом реально очень напрягает, когда он находится в ультимейте. Хот-кей у нас R. Это способность активироваться по хот-кее R. И алхимик на 25 секунд впадает в такой вот транс. Смотрите, он становится таким синим. Вот здесь у нас и начинается шкала длительности именно 25 секунд. И эта шкала сигнализирует о том, что скоро химия вот эта может закончиться. И алхимик станет обычным. Посмотрите на него, какой он становится жесткий, заряженный. Он на какие-то шипы вылазит. И он начинает быстро бегать, быстро бить, быстро регенерироваться. То есть, если вы его атакуете, смотрите, какой хп реген очень большой. И сейчас упадет. Смотрите, хп регена совсем нету. Очень-очень жесткая тема. Досконально мы разберем все бонусы. И самое классное, что у нас тут есть, ребятки, также в ультимейте. Что с помощью ультимейта, как видите, у нас тут есть желтая какая-то надпись. Вы можете расплавлять аганимы и давать их союзникам. Это мы также упомянем. Что ж, поехали разбирать более досконально химику, химикал рейдж. Вылазит табличка. Смотрите, анимация применения. Это нам не нужно. Алхимик, когда начинает входить в эту химию, он имеет такую метаморфоз. То есть, это считается метаморфозой. С помощью этого метаморфоза вы можете кайтить какие-то станы. Возможно, какой-то юл, что-то еще. Можете закайтить. То есть, я это также показывал еще в прошлом гайде. Ну, образно как это будет выглядеть. Давайте попробуем закайтить. Вот сюда подойдет он. Оп. И закайтил. Смотрите. То есть, главное в тайминг нажать. И станы на вас работать не могут. Но во время того, как вы находитесь в химикал вот этом рейдже и с закайченной способностью, с закайченным станом, вы не можете нажимать армлет, инвентарь вот этот. В общем, вы не можете нажимать. Так что, вот такая тема. Также, вы можете второй также закайтить. Закайтить. Второй, как я уже говорил, на этом мы также покажем. Смотрите. По табличечке. Задержка перед атакой 1-4, 1-2 и 1. Это именно то, что позволяет алхимику бить немного быстрее. То есть, уменьшает базовую вот эту задержку атак. И, соответственно, алхимик начинает бить быстрее. Дополнительная регенерация здоровья. 50, 75 и 100. 100 хп регенерации на ласт уровне. То есть, если в ВС нету аппарата, который регенерацию снимает, то, блин, алхимик просто бешеная свинота, которая регенится нереально как. Следующее. Дополнительная регенерация маны. 3, 7,5 и 12. Это тоже немаловажно, потому что манный реген тоже хорошая вещь. Дополнительная скорость передвижения. 3, 40 и 60. На ласт уровне на 16 левеле алхимик просто получает сапог. 60 скорости передвижения. Длительность 25 секунд. Далее у нас прогоним написано. Гоним, забейте. Чуть позже разберем. Требуется маны 50, 100 и 150, чтобы нажать ультимейт. И перезарядка 45 секунд. Длительность 25 и перезарядка 45. Очень, очень даже хорошо. Нельзя развеять у нас ультимейт. Если алхимик уже нажал ультимейт, то, соответственно, он будет регенится, быстро бегать, быстро бить. Вот такая тема. У иллюзии он также будет работать, но у иллюзии не будет работать реген. То есть будут просто бегать они быстро там, ну, бить чуть-чуть быстрее. Но в целом иллюзия это все-таки иллюзия. Ну и развеять также нельзя, как я уже упомянул. В принципе, очень простенькая способность. Главное правильно пользоваться, если вы в случае вот такой вот ситуации оказываетесь, то главное четко нажать ультимейт и вы сможете закайтить. И второй и закайтить, и стан все закайтить и тем самым быть более грозным персонажем. Также с помощью манты вы сможете второй закайтить. Это, в принципе, я уже показывать не буду, потому что тут уже и так понятно, что можно закайтить. Главное четко в тайминг нажать. Ну и вот такая у нас тема. Самое интересное, что все это может законтриться просто каким-нибудь аппаратом. Очень большой реген у алхимика, который законтрится аппаратом. Это реально очень сильная контра. Это я также показывал в видосах отдельных, которые у меня выходили на канале. Ребятки, также не забывайте их посмотреть. И сейчас мы будем разбирать аганим на алхимике. Поехали. Ребятки, я собрал аганим на алхимике и что он делает? Аганим становится кликабельный. Да, аганим алхимику самому ничего не даст. Но если вы направите его на себя, то алхимику, конечно же, дастся бонус этого аганима. Он, что будет аганим давать? Правильно, статы. И статы, как видите, у нас уже есть. При этом аганим не занимает слот. Обратите внимание, он висит в статусе. И это реально очень круто. Также, если аганим у нас соберет еще раз алхимик, он может дать его союзнику. Еще раз бафнуть вы себе его не можете. Всего один раз можно бафнуть и себе, и союзнику. Вы этот аганим можете передать союзнику. Подходите в упор, нажимаете на аганим, нажимаете на союзника, и союзник у нас получает в статус аганим, не занимая слот. Это реально очень круто. Это мета и это имба 85-й карты. То есть, алхимик может так вот дарить, плавить аганимы, и при этом никакие свойства этот аганим не теряет. Ни стату он не теряет, никакие дополнительные там... Это не урезанная версия аганима. Это полноценный аганим, который дает все, что должен давать в случае, если вы здесь собираете. Если вы соберете еще раз аганим, ничего он вам давать не будет. Просто трата денег. Есть пул персонажей, которым аганим нельзя выкидывать. То есть, если это аруф, инвокер, если вы уже собрали, то нет смысла, что вы алхимиком там забафаете этот аганим. Было бы круто, если бы сделали... В случае, если алхимик забафал тем персонажем, у которых нельзя выкинуть аганим, чтобы они могли выкидывать его уже. Было бы реально очень круто. Поэтому, ребятки, не забывайте, если у вас есть в команде алхимик, и можете договориться. Алхимик, брат, сделаешь аганим так и так, чтобы я не собирал, а то я потом не смогу продать. Он скажет, да, и все. И тогда не собирайте, алхимик вам забафает, и у вас будет еще дополнительно один слот. И это реально очень круто. Вы можете реально очень жестко этой темой солить. Потому что есть много видосов на моем канале, которые делали мы с помощью алхимика с ранним аганимом. Та же ЦМ-ка с рампагой и Магнусом. Магнус в пятерых ставил РП, и мы ЦМ-кой накрывали всю эту контору, ломая и делая рэмпэдж на раннем аганиме с помощью алхимика. Это реально вот такой вот контент. И можете, в принципе, с ребятами тестить. Это реально очень-очень круто. Ребятки, в целом, я думаю, тут, в принципе, нечего уже объяснять. По аганиму я объяснил. По химикал рейджу я также объяснил. Очень простенькие все у нас тут применения. Реально очень простенькая способность. Просто нажимаете кнопочки и идете душить. Не успел я сейчас нажать рейдж. Это очень плохо, очень плохо. И я получил стан. Но можно успеть нажать в тайминг, конечно же, как я уже это ранее показывал. Оп, и все. Кстати, смотрите, не откатил. Чуть-чуть поздно нажал. То есть, видите, тоже есть какие-то погрешности, которые у нас могут повлиять на то, чтобы стан нас закинул. И все. В принципе, так и можете работать. Алхимика очень тяжело убивать, когда он находится в этих рейджах. Не знаю. Вставлю, наверное, вставочки, как он кайтит Юла с помощью этого ультимейта. Как он кайтит стан, вы уже, в принципе, увидели. Ну и, в принципе, все, ребятки. Все. Давайте сейчас перейдем уже к геймплею. Сейчас я вам покажу, как нужно играть на алхимике. Как можно еще дополнительно использовать этого героя. И, надеюсь, вам эти разборы помогут, чтобы улучшить свой геймплей на вот этом красивом, вот интересном герое. Ребятки, алхимик – это метовый персонаж. И не стоит забывать, что если вы алхимику даете фарм, то алхимик заканчивает катку до 30 минуты, до 25. Когда у него уже на 25 минуте будет 6 слотов, то это будет очень жестко. Ребятки, все. Пожелаю всем приятного просмотра. Это смотрите до конца видос. Реально очень интересные катки вас ждут. Все, ребятки, поехали. Ну что ж, друзья, загружается у нас пока игра. Сейчас веду кратко в курс дела. Конечно же, чтобы сыграть на алхимике, зачастую приходится создавать АП-шку. Поэтому АП-шка, ну как, АП-ТБ специально, чтобы можно было пикнуть алхимика, как правило, на XL-ТБ алхимик сразу улетает в бан. И поэтому это уравнивает шансы в игровом процессе против алхимика. Взять тоже какую-нибудь имбу можно и не париться. По начальному закупу, когда вы идете на центральную линию, а алхимик – это на центральную линию, так как по мете 85-й карты, вы должны идти в центр. Конечно же, вот такой вот затар у нас берется. Возможно, еще возьмется вардик. И можно же еще, конечно же… ХЗ, посмотрим. По игре парни сразу же за аганимы. По ситуации, да, посмотрим по игре, как по аганимам будет. Если перефарм, то будет хорошо. Смысл такого, в общем, алхимик, центральная. И погнали. По контрпикам я делал отдельный видос. Аппарат очень сильно контрит то, что не дает, конечно же, хилиться в ультимейте. И, в целом, все дамагеры, которые у нас есть в игре, они должны пробовать алхимика, так как алхимик у нас вообще безарморный персонаж. И ему будет очень-очень тяжело. Поэтому… Поэтому такая вот тема. Надеюсь, курицу возьмут, пацаны. Кура-то будет? Сейчас спросим. Куру возьмете? Куру-то хотя бы посмотрим, будет у нас команда куру брать. Ах, тинкер. Нормально. Барос, ларки. Нормально. Зашел на АПТБшку называется. Барос, ларки, химики. Классика жанра. О! Найсовый интернет у меня сегодня опять. Так, а что, может туда и смысла нету писать? Что с интернетом? Беда какая-то. Да, если так в замесах будет, конечно, лагать, это будет очень перескорбно. Такое себе дело. Понимаю. Называется интернет под лаг. Интернет под лаг называется. Так, и в целом по контрбикам, я думаю, отдельный видосик вы посмотрите, чтоб я тут не изливал. Но в целом меня тут бара будет нагнетать со сларком, по идее, и пуджом. Так что посмотрим, как оно все это будет происходить у нас по игровому процессу. Если он будет этот игровой процесс, то с интернетом. А можно не лагать, а поиграть там в игру. Что за бред? Так, все, лагать не надо. Так, ну руну пацаны сразу забирают, да, походу? Ну надо огрызаться, надо огрызаться. Алхимикам нужно... Алхимикам нужно... Позже. Ужас какой-то. Ужас. Так, по варду. Вард желательно вообще поставить как-то вот сюда, или вот сюда, чтобы было видно еще руну. Чтобы, если что, мы бежали на центральную. Не знаю, если так лагать будет эту катку, вам не нужно будет, ребятки, смотреть. Так, ну что, погнали центральную. Центральная у нас здесь ломается. Проластхичиваем. Желательно набивать каждого крипа, конечно же, это все равно копеечка к бонусу. И будет у вас все очень-очень хорошо. Стараемся подластхичивать как можно больше. С баунти руны сразу рекомендую брать сапог для того, чтобы двигаться. И, кстати, команда с коржей это не та линия, где алхимик, так сказать, быстро выфармливает. Алхимик фармит хорошо засентов. Давайте немного отсыднем. Будем прогонять этого чувака. Будет с нами драться, да? Но не потянет, не потянет. Под отсыдом, под минус арморами. Так, животное бежит уже. Угу, хорошо. Подеремся тоже. Давай драться. А что ты стоишь? Да ладно. Опа, если я сейчас еще и второго заберу. Ну, одна тычка, но я, честно, умирать не хотел. Потому что я бы сейчас загорел крипов, и крипы мне тоже бы дали чипалаху. Поэтому пойдет. Пойдет. Дальше боттл, конечно. Хорошо, у нас один фразочек есть. Пришлось качать второй. Второй по ситуации вкачивается, но желательно на разок брать до восьмого левела. Чтобы вам было получше, поинтересней как-то. Ого. Нифига себе, какие хуки. Нормально, пуч работает. Спорим, пуч ливнет в этой катке. Вот у меня есть такое вот ощущение. Потому что я когда подбирал лобби, я кикал всех ливеров. И один единственный ливер, который есть там, у него 12 ливов и что-то 70 игр. Он сейчас играет в ВС на путь же. И сто процентов я уверен, что он ливнет с этой игрой. Так, мы руны прогуляли, да? Руны прогуляли, ребятки. Пуч пошел на низ, я на низ уже не пойду. Ну, мы прогуляли, забыл я совсем то, что нужно подконтрить руну к таймингу. Так сказать, затрындился. Хорошо. Толкаем линию тогда и нормально. Я обычно монетку стараюсь максить, чтобы быстренько, тык-тык-тык, на седьмом левеле монетка подзамакшена. Но иногда гибридно качаюсь. Я скачаю, допустим, ацид обычно докачиваю до тройки или четверки. И начинаю раскачивать стан по мере возможностей. Именно по мере моего фарма обычно раскачиваю стан. Потому что стан я начинаю подкачивать только тогда уже. Ну, именно начинаю подмакшивать его, когда я уже становлюсь боеспособным таким алхимиком. Когда у меня есть даггер, аденц и армлет. Но желательно, когда уже есть армлет, тогда уже можно начинать что-то такое интересное делать. Я тут не вижу смысла спамить ацидом, потому что пуш в принципе не подходит. Поэтому бережем ацид. Сейчас можно будет поднять иллюзии под конец времени. И пойти себе простакать два кемпа лишних. Ну, на лоу ПТС, конечно, на алхимике по кайфу плей. 3 и 4к, это в принципе ранг, где алхимик просто уничтожает. Сейчас мы сыграем в дефолтного алхимика. Именно дефолтный, фермоконтора. Называю так вот алхимика, фермконтора. Вот так, вот так иллюзии я поднял, отправил. Единственное, бары меня могут загангать. Поэтому надо аккуратненько подфармливать. Давайте армор купим сейчас себе. А давайте снизу пошлем. Снизу пошлем. Так, отойти. Есть. Есть. Это так сделаем. О, простакиваем. Ага. Лучше пошел на топ. Я не пойду на топ. Вот так делаем. Хорошо. Интересно, что там пуль взял? Монету, наверное. А, ДДшка. Хорошо. И простакали еще два кемпа. Иллюзии можно суицидить. Потому что больше чем... Больше чем один отвод вы не сможете сделать одной иллюзией. Двумя иллюзиями. Ну, то есть как? По времени там не уложитесь. Хорошо. Давайте сейчас отсидить. Потому что тут уже собралась большая пачка крипов. Большая пачка крипов. Это хорошо. И в армлет, ребятки. Первый артефакт на алхимике это всегда армлет. Знаете почему? Потому что армлет дает алхимику стойкость. Дает HP. Дает возможность убивать. Дает возможность убивать. Блин, с ДД он очень больно колит. Хуками попадает, но толку от него нету. Так, ну армлет где-то на пятой будет. Сейчас еще отсиднем. Плюсенько подфармим. Мально будет. Бара мог бы побегать за мной, но... Когда у алхимика ультимейт включены, шансов нету. Давай, Хукай. Дает добить. Не дает добить. Вот бестолку Хукай не дает просто добивать. Я бы сейчас уже армлет себе тащил бы. Просто бестолку Хукай. Потому что он меня там вытягивает. Смысла нет абсолютно. А, у него Солринг. Понятно. Это Пуш, который Хукай по КД. Все, базар ужок, как говорится. Седьмой левел апаем и засвидулим. А уж тот Пуш. Но Пуш верит в победу. Главное вера в победу. А все остальное приложится, как говорится, да? Хорошо. У мид фулл фри. Армлет есть. Хорошо. Погнали. В лесочек пробежимся. СС напишем пацанам. Я обычно СС не пишу, потому что варды ставятся. Но варды на этих ПТС не ставятся. Соответственно, СС желательно написать. Но это такое на самом деле дело. СС писать. Так, это делай. Вот так вот делай. Наверх уходи. Хорошо. Чмэз, как говорится, да? Так, ну внизу руна. Это плохо. На монеты, если алхимику везет, примерно к десятой минуте еще и радиенс докупается. Плюс стаки, плюс руны. Вообще по кайфу. У нас там тинкер лесной. Лесной болван, как говорится, да? Что там Сларк пришел четвертого левела. Ну, со Сларком сейчас пофармим, как говорится. Здравствуй, дорогой. Я тут пофармлю, ничего. С тобой рядышком. Все, есть армлет. Армлет есть, как говорится. Старт начался. Старт дан. На низ не знаю, имеет ли смысл идти за руной. Не уверен, что там будет руна. Еще простакиваем. Можно простакивать ацидом. Если у вас, в принципе, нету зонинга на миду никакого с помощью ацида, то тогда можете простакивать. Не забывайте про эти кэмпы. Так вот сделаем. Боковой я кэмп не буду стакать. Мы вот сюда отведем их. Все, по идее, норм будет. И возвращаемся на центральную. На центральную желательно до десятой минуты отлично выфармливать, стоять. А потом уже все остальное дофармливать. Но это опять-таки по ситуации. Если вас с миды выгоняют, то можно и другие лайны постоять. Ох ты. Да не могу направить. Вот это мой микроконтроль добросовестный. Честный микроконтроль называется. Так, ну ты меня, по идее, не забираешь никак. Можно поогрызаться даже. Оп, хорошо. Сейчас я качну ацид. Ацид качну. Нужно ацид раскачивать сейчас для фарма дополнительно. Сейчас на топе у нас будет руна. Желательно на топ сразу выйти. Для алхимика важно это оставлять руны. Если он ботловый алхимик, можно через соул играть. Можно через соул. А тут я не заберу его. Так, ясно. Монету забрали, да? Поста. Давайте дофармить, пацаны. Вы меня все равно не убиваете. Поста, дело такое. Ясно. Все, забей просто. Забей просто. Руны не беру, но фармлю. Все равно. Фармлю. Хорош. Настакали на лайне и идем в лес. Жалко только маны нету. Будет только одна кнопка. Одна кнопка только будет. Такое. Скай зобычился. Сейчас ему там покажут чапалаху как давать. Го ломаем. Есть 30 секунд у нас. В стаке. Именно. Именно Скай, дорогой. Алхимик вообще он такой. Это ферма чисто до определенного момента. Давайте возьмем одно манго. Потому что мана нужна на выфарм. Мана. Самое кайфовое, кстати, уходить в кэмп. И возвращаться тогда, когда линия вот так вот подпулена. Был бы ацит, я бы успел скорее всего выфармить тут и возвращаться на линию. А сейчас не успеваю. Руны я не беру. Две руны я уже не брал подряд. Там Сларк, наверное, профессиональный раз так бычет. Так что надо бояться. Скай пришел подфармить. Но Скай обижен, наверное, на меня. Я ему не помог умереть там. Поэтому. Такой он. У меня фарм есть 60 крипов. Отлично. В принципе. Все прекрасно. Тингер там по стакам. Пока что все идет ровно. Зря я на руну сейчас вышел. Надо было сейчас сюда идти. Ребята душатся там. Ну, Тинник в команде. Они вроде прессингуют, кстати. Но будет интересно. Радик почти есть. Десятая минута. У меня очень большой запас в лесу. Так. Не удалось мне тут. Руну поднять. Качественную. Руну качественную не удалось поднять. Взял обычную руну. Сейчас берем еще раз ациты. Идем в леса. Хорошо. Все. Погнали. Если что, иллюзии там поднимем. Тинкеров зря. Конечно, тут лица колотит, я считаю. Потому что мне как бы тут по кайфу было бы вообще. Надеюсь, экспу не будет стилить. Мне экспа нужна. Фармием. Сами себе, режиссером и так сказать. Не забывайте себе подстакивать. Будет залог успеха. Радик будет поздновато, если честно. Я чувствую. Радик поздновато будет. Эти сейчас иллюзии отведем. Порош. Еще там много будет по времени. Оп. Так как у меня почти сакрад есть. Я сейчас начну стан раскачивать уже. Стан в двоечку. Мне хватит, в принципе. Ацидом. Стан в двойку. Курум Магас. Уходим в лес. Ребята там видят вовсю. Ну по кайфу. Пул фри и нормальная тема. Пул фри и хорошо. Удушить. Хорошо. Пока что ковыряем. Ребята возможно сейчас гангать пойду, да? Да, главное не ныть в катках. Когда ухимик в команде, главное не ныть. Все будет такой. Хорошо. Есть сакрад. Сакрад. Сейчас руну желательно забрать. Тинкер работает тут. Тинкер машинист у нас, кстати. Есть. Ясно. Не-не-не. Братулец. О, я на низ пойду. Я пойду на низ. Как раз монетка и сейчас уже раденц будет. А, найс монетка. Неплохо. Ну пинает по карте. Влево-вправо. Заскоржай дольше фар немножко. Все равно выходит. Так что нормально будет чуть позже. Давай души его. Хорош. Отлично. Льда в двойку. Пойдет. Пока пойдет по игровому. В целом наша задача просто сейчас не умирать, да фармить уже радиенсы. С радиенсом. Чуть активнее играть будем. Чуть-чуть активнее. Просто фармим пока. Можно драться. Можно было бы драться. Там носить тп, жопу рвать. Это в принципе. В случае когда драки выходят на вашу центральную линию и играть от саппортов. Можно, да, я не спорю. Можно, я не спорю. Но в данный момент я вижу, вижу импакт от того, что я сейчас доколочу. Радика будет огонь. Прогнали креветку. Можно было забрать, кстати. По идее, если бы чуть-чуть склянку посильнее натянул, у него, по идее, вижна там нету. Вижна, по идее, там нету. Все, есть радик и сейчас пойдем на их сторону. Нижней линии. Главное бар еще. Не подпускать к себе. Хорошо. Отлично, есть радиенс. Все, погнали в лесочек. Как раз по таймингу сейчас успеваем. Делаем 6 кемпов. Надеюсь, у них нету тут варда. Продаем щиток в боковом магазине. Скорее всего, запушим низ. И пойдем гулять. Так, делаем вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Пофармливаем. Хорошо. Монета, если появится, вообще отлично будет. Ну, нормально. Хорошо, мы тут сейчас фарманем косари где-то. Минимум. Если б я играл за сентов, то намного лучше тайминги были бы. Потому что я играю за скоржей. За скоржей не так быстро выфармливаешь. За скоржей чуть-чуть тяжелее играть на химике, потому что нету ближнего кемпа, чтобы подстакать. А если кемпов нет, соответственно, медленно фармишь. Опа. Че там? Пак, да? Пака можно забрать, в принципе. Пака можно забрать. Сейчас Ацитик откатится. Почти откатился. Если он прогуляет, не зашифтит, будет очень хорошо. Зашифтил. Молодец. Молодец. Все, дальше не пойду. Стану раскачиваем. Даггер есть у меня. Вот сейчас с даггером будем нападать. Все, продаем щиточек и поехало. 14 минута, в принципе, нормально. Боевое время для химика пойдет. Пойдет. Для химика самое боевое время. Ребята все на топе. Если сейчас выйдет пак, надо будет забирать. Там еще тракса колотит лица, да? Пудж пойдет, сюда пуджа заберем сейчас. Хорошо, вижу пуджа. Он жирный, кстати. Маловероятно, что пробью. Я не пробью его. Там еще тракса. Сейчас хук поймаю, сдохну. Скорее всего, да? Ну, понимаю. Тракса тоже пошла туда пофармить. А не впятером здесь все. Ладно, понял. Базар ужок. Фармим. Понял. Вот так бывает. Так бывает. Худ собрал парень. 6 армора. Кстати, очень хорошо, что армор есть. У него еще и базилка там. 6 армора не пробить пока что. Пудж такой. Ливнет все равно. Пока что вроде все так плохо, да? Но есть золото, есть. Сейчас просто одна драка в пятером и все. Это все перевернется. Вот такую драку мне надо подвиженом. Я газанул, если честно. Надо задушить будет сейчас. Я тут соберусь дефолтного фармящего химика. А именно актарины, манты и прочая такая тема. Может это нужно будет. ТПшку пока некуда брать. Я сразу в травла обычно выхожу. Топорик нет смысла скидывать на ранней стадии. Я считаю лично, что это не актуально. Потому что алхимику... Топорик очень хорошо заходит. Погнали. В мид идем, да? В мид идем. Зафармливаем тут крипов. Отлично. Пойдет. Мне нужно что-то подфармливать. Боковые какие-то. Боковые убийства какие-то делать. Но я так смотрю, никого нету. На картах, что хз. Я не буду его трогать. Пара прибежит. Так, стандарт скачали. Все, поехал. Сейчас вот тут драка будет. 100%. Господи. Это будет байт. Б. Ну нет смысла туда идти. Сейчас бара прибежит. Нам варты тут нужны. А вот он уже бежит. Божечки. Я понимаю. Понимаю. А я тут сдохну. Хорошо. Скай, куда ты лезешь? Ответь мне. Ну зачем он это идет? Зачем ты идешь туда? Тупица на Скай какая-то. Ладно. Ладно. Ладно, понял. Понимаю. Игнорал пишем и погнали соло. Я, если честно. Я, если честно, обычно на химике такая страта. В общем, они держатся сейчас пятером все. С ларка я не убиваю. Тупо потому что он типа, ну... Ну нету, я его не вижу. Надо видеть. На лайнах никто не фармит у них. Соответственно, тут идет у них такое, знаете... Я не знаю, как вам объяснить смысл этого игрового процесса. Как они играют сейчас? Они играют от наших ошибок. Они фармят лес и играют ошибок. У нас заваржен наш лес. Вот что я могу сказать. Если наш лес заваржен, значит нам нужно сидеть в лесу. У нас деф варды. Нам нужны агрессивные варды. Ладно, топор я скину нафиг. Топор скину, потому что мне нужны телепорты в такой игре. Телепорт нужно. Отстань. Дай жить. Хорошо. Но я не успею, по идее, да? Понимаю. Что-то вообще трэш какой-то. Трэш просто не игра. Что пак делает? Можно вопрос задать? Ужас какой-то. Ааа, животное бежит. А я сейчас еще бабахну. Понимаю. Понимающий. Мда. Боже. Что за игра? Вообще жесть какая-то. Что это такое? Что-то вообще меня пинают ногами. Рак, короче, да? Этот пуш, который 12 ливов, показывает лучшую свою игру в мире. Я вообще не понимаю сейчас, на что тут по игре сейчас нужно делать. Нужно просто выфармливать. Там бара гоняют. Они тупо перефармливают сейчас. МБ просто вы соберетесь. Сейчас напишем. Вы соберетесь в четвером и подеремся на лайнах. Они просто соло разбирают за счет преимущества зацепов. И все. Бара цепляет, все гг пошло. И пуш тут как тут. И я еще две склянки в лицо принимаю. Печаль. Абсолютно нулевый геймплей сейчас идет. Вообще жесть. Если я стоял фрифарм, сейчас я просто сосу за счет того, что отвратительная позиционка. Начало плохое. Хороший конец должен быть. Хороший конец должен быть. На вардах я никого не вижу, не могу подфармливать. Сейчас туда бара побежит. Чекайте просто классическое. Они пятером тупо так и будут играть. Тупо в пятером. Тупо в пятером так и будут играть. Так, ну этот мой клиент. Сто процентов. Я принимаю на себя драку. Так, меня кидать не надо. Господи, что ж ты меня так душишь на баре на своем. На баре на своем душит. Линку делать против бара я не буду. На алхимике никогда не делал. Первая драка нормальная и то. Еле-еле, еле-еле я выжил, не знаю. Это такой бред. Ужас. Для первой катки это слишком тупо. Это слишком тупо для первой катки так отыгрывать. Ладно. За счет рассинхронов они выигрывают сейчас лайн. Что там на топе? Две креветки, да? Креветка на топе. Топорик продал, вот теперь плохо. Из-за того, что травела не дофармил быстро. Сейчас плохо, тут не могу рубить, там не могу. Сейчас будем оттпшек их убивать. Кто-то придет дофармливать, убил. Вот так вот и будем играть. Вот такое чувство. Окса, гоу. Надо газануть. Погнали. Напрягаем спляночку заранее. Что с моими кнопками? Что с моими кнопками? Что я делаю? Что я делаю? Почему у меня не откидывается? Что это такое? Я что, в контроле запутался? Ой, боже. Понимаю. Я не смог выкинуть ее. Просто тупо не смог. Осуждаю. Жесть. Что-то какой-то бред. Бред. Не могу тракса убить. Даже. Прыгаю. Не могу кнопки нажать. Ладно, первая разыгровочная. Пофиг. Еще разыграемся. Все нормально будет. Разыграемся. Начальные ошибки в микроконтроле, в макре. Жесть. Вообще просто ужаса мигра. Меча страшного. Камбэкнем. 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 Хорошо. Хорошо. Животное забрали. Погнали по лесу. 23 минута у меня нету слотов вообще, к слову. К слову вообще слотов нет. Это гг, пацаны. Увратительный геймплей. Да. Вот этот пуч. Который бегать должен 0.12. Убивает. Вот так вот. Называется. Пацан на кайфе играет. Вот так сделаем. Сейчас яшку. В манту первое, что сделаем, это в манту выйдем. В манту выйдем, пацаны. Сейчас с ребятами. Ребята, будешь что-то делать? Тоже начнем. Как-то от ТПшек. Блин, у меня героя нихрена не слышно. Нихрена героя не слышно. Чуть добавил по звуку. Надо сейчас вот сюда ТП сделать, я чувствую. Блин, тинкер тоже в команде, тоже очень жадно получается. Жадновато. Отзоненная карта. Бары с догоном, кстати. Нормальная тема. Бак, да? Он будет стоять ласхитить кату. Понимаю. Ясно. Понимаю. Болбной. Интересно, как он успел закайтить. Интересненько. Я даже отсыпь не закидывал. Самое плохое, что я не могу сплит пушить вообще из-за баратрума. Вот это минус. Вара есть, тяжело бегать влево-вправо. Вара есть. Команда тачки, я нифига не делаю. А, у тебя что, софт что ли? Или тут вард стоит? Сейчас прочекаем. Нормально так, пацан. Сейчас вот сюда вард к нему. Ну, не знаю, пак. Скорее всего вард стоит, потому что пак тоже закайтил, знал, что я там. Ничего себе. Душит пацан. А у меня рука каменная. Что не могу сделать? Ну, тут скорее всего лузаем, да? Я так чувствую. Тяжко. Написал гайдик. Алхимика называется. Пацаны, законтрили на 2к ПТС. Вот о чем и речь, что на 2к, на 3к пацаны могут играть намного лучше, чем даже на 10к и на 8к. Тупо. Причем 85-я карта еще. Они могут играть... 85-я это такая карта, где от ошибок можно очень много делать. Очень много делать от ошибок. Интересно, вардик там есть? Чида. И цель направленно Путш так пошел, покайфоват. Тяжко. Рудги идет. Что мне подсказывает, что этот Путш, он какой-то, ну... Очень странненький. По-моему, у него что-то есть. По-моему, у него что-то есть. Ну, тут еще есть Ларк, да? Понимаю. Оно, пойдем. Я понял. Я понял. Такое. Полманды есть. Фарм совсем хреновый. Абсолютно нулево двигаюсь по карте сейчас. Вообще не чувствую игру. Что нужно делать. Вообще не чувствую. Печально. О, по кайфу. Понимаю, что я забываю, короче, у меня на клавиатуре кнопка есть специально звук погромче делать. Лол. Я просто не забываю. Задиспелит. Прикинь. Успен. Убить меня собрался. Так ты ж не потянешь. А, ну так лотар равно неуязвимость, конечно. Так почему нет? Так почему нет? Вот. Для него пока я по чисто статы даю и все. Сейчас может опять на развороте прийти. Классический сларк. Да, нормально, сосен. Что ты хочешь от меня? А, там животное бежало уже. Ну, сларк, жесть. Я по фарму имею артефакты слабее, чем у сларка. Хотя сларк не имеет никаких фарм этих спеллов. Это гг. Надо гем брать от него. Они на лайнах вообще не фармят. То есть, допустим, сейчас кто-то фармил бы, я бы его забрал бы сразу. Это проблема лютая, конечно. Вот так делаем. Хорошо. Ну, конечно, стил. Чё ты? Чё нет-то, а? Почему бы и нет? Почему бы и не застилить? 10 асистов алхимик, понимаю. Нормально, кстати. Тут боевой алхимик нужен, а не фармищий. Кстати. Это проблема. Мышка хрен едет, чё-то. Его зафармим? О, здравствуй. Печальненько всё это. Вижен надо брать и с командой работать. Да что ж, ты не едешь нифига. Печальненько. У меня хп очень мало. Обычно в таком билде актарин делается ещё, но тут нужно думать наперёд. Очень слабый геймплей от алхимика сейчас идёт и, соответственно, нужно придумывать что-то. Нужно что-то придумывать. Не лучшая игра на алхиме, но, возможно, с хорошим концом. Сам по себе геймплей может быть нормальный твой. Так, животное законтрили. Пак там де вардит. Души его. Ясно. Делаем вид, что мы дурачки, а потом нападаем. Хорошо. Отлично. Там, да, там побежали пацаны, бегут уже. У джи всякие, сларки. Хорошо. Пойдёт. Актарин, наверное, сделаешь, чтобы двигаться лучше. Месса должно хватать. Сларка хрен пробьёшь только в таком билде. Я хотел первый билд сделать, именно такой фермерский билд с большим ГПМом, но не получается, потому что я сам обосрался тут по игре. Абсолютно нулёвая позиционка какая-то. Не знаю, никого не выловить, ничего не могу сделать. Как-то слабовато получается на данной катке. Очень слабовато. Сейчас сделаем актарин и пацанов будем пулить. Будем пытаться толпой законтрилить всё. А насчёт варда хз. Есть там вард или нет? Насчёт варда хз. А руну бы забрать, там руна по любому монетам. Хорошо. На топ сейчас пойдём. Актарин есть уже, в принципе, 5700. Погнали, актарин купим. Сейчас начну аганимы делать. Кстати, аганимы для команды поделаем, если всё равно я бестолковый в этой катке. 5900, да? Господи. За такую катку на алхимии я бы пальцы поотбивал. Если бы увидел. Как говорится... Раки валит. Хорошо. Худги, Рудги. Ну да, ну да. Он знает, что я тут прыгаю. Начинаю. Сейчас мы его задушим. Чисто раскатил, пацана. Тп-шки нету, пацаны. Шоли. Вы чё, надеюсь, баронис обед никакой. Хорошо. Башар там на Сларке. Очень люто душит. Хорош. Отлично. Даже почти на вставочку. Даже почти на вставочку. Ну, пытаемся разгоняться. Первое гоним сделаю, пацанам. Наверное, тиннику сделаем. Так, фарм с иллюзиями. Вставляем ацид. Кинало. Иллюди сюда. Первое гоним сделан, пацанам. Химику. Ой, химику. Тиннику, наверное, дадим. Где тинни? Куда делся? Только что был здесь на карте. Я гоним. Я гоним. Я гоним. Тинни. Возьми, пожалуйста, господи. Че куры дрочатся? Это ещё бегать за тиммейтом. Иди сюда. Палку даю тебе заряженную. Первый агоним выдан. Сейчас комбуз с ним по чуть. Чуть. Хорошо. Ормлет имеется. Кинкеру можно будет дать. Кинкеру можно будет дать. Печально. Хорошо. Пока колотим. Ну, если честно, геймплей начальной стадии вообще нулевый. Вообще максимально нулевый был. Сейчас уже чуть полегче. Чуть полегче. Хорошо. Делаем вид, что я настоящего. А, найс ты, типа. Он знает всё. Всё ты знаешь, дорогой. Всё ты знаешь. Всё ты знаешь, дорогой. Ну, я с Ларкой там не буду дышать. Идём. За вот этой жирной свиньёй. Вот арома неуязвимость. На топе пак. Пак. Хорошо. Так делаем. Фуджа там не обмануть. Надо будет посмотреть за Фуджом. Кстати. Оп. В душе его. По идее должны забирать. Четыре секунды. Хорош. Хорошо. Четыре секунды. Тэшки сломаем. И сейчас ещё аганимчик закулим ребятам. Надо уходить. Не потянем. Или потянем. Лол. Я думал он сейчас. А. Он же с Лотара пришёл. У него Shadow Dance ещё в микро кд был походу. Shadow Dance там 40 секунд. Ё-моё. Всё. Оставляем иллюзии. Он тут уже да. Тут уже двигаться конечно по кайфу. Так. Ещё аганимчик сделаем. Ещё аганимчик. Пацанам. Если честно ребят. Геймплей. На тройку. Максимально слабый геймплей. Стадии середины игры. А сейчас в принципе начинаем выравниваться. За счёт того что в макро всё таки. Именно late game макро. Оно более такое раскрытое на алхимике. Идёт. Если раннюю стадию я не понимал. Чё куда. Сейчас мы хотя бы вместе собираемся. И начинается какая-то активная катка. А до этого конечно была жопа жопная. Если честно катка такая. Не знаю зайдёт вам или нет. Начальная стадия. То как не надо играть. Сразу говорю. Не надо так играть. А дальше уже можно будет. Так. Где у нас там? Оно Б. И армлет сейчас поменяем. Скорее всего. Что-то типа скадии. Или молнию сделаем. Потому что нужно пробивать. Пробивать пацана. Хорошо. Вернись. Горяще ползать. Возвращайся на тинкере. Тинкеру дам. Потом остальным. А он софтом походу этот чел да? На пудже. Так. Монета. Давайте низ. Деф. И пойдём. Долго с этим агонимом я там провозился. Можно было поднять ещё тысячи три. Очень быстро золото алхимик поднимает. Поэтому. Тупо лишний вот этот афк гейминг. Стоять на базе он вам очень сильно усугубляет гпм. Сейчас. Там монетка. Тут. Туда. Сюда. Опа. Тут иллюзии подфармили. Там подфармили. И вам уже вот. Уже четыре семьсот пока там иллюзии подрабатывают. Сюда. Там ацит закинули. Вот сюда. Здесь блинканули. Сюда оставили иллюзию. Сюда подошли подфармливать. И всё. И у вас гпм очень высокий будет. При этом если вы всё будете это расконтривать. Это вам будет очень большое количество золота приносить в игре. Оп. Хорошо. И ничего не заблочили. Отлично. Здесь проресались. Так. Нашифтили. Тоже подконтрили. Гона база сейчас. Тинкера. Тинкера за пулем. Всё. И так и играется. И у меня ещё слот есть дополнительный. Я сейчас продам армлет. Продам армлет. Гоу. Скадим. Сделаем. Есть. Всё. Отдали. 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 Пойдёт. Скади имеется. Реша даггер. Сюда переставим. Можно рошу. 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 Заберём. Ае. Гуго. И шарды остаётся у меня. Можно ещё огоним себе бафнуть. Огоним бафнуть. Огоним бафнуть. Абуз. Дестер. Это очень жёсткий абуз. Берите. И пойдём. Берите. Let's go. Странно что пуш короче. Оказался лучше чем я думал. Лучше чем я думал. Лучше чем я думал. Лучше оказался. Но это хорошо. Парень молодец. Хорошо. Молодец. Году шить его. А пройти не могу. Поняли да? Сколько я времени потерял? Жесть. Найс. Хорошо. Закайтили. Отлично. Ну вот туда пацани. Пацаны зря тут добычат. Вот сюда. В целом пойдёт. Пока что норм. Пойдём за шардами сходим ребят. Тинкеру огонимчик дали. Парнишки огонимчик дали на тиннике. На тиннике тоже по кайфу огоним смотрится. Он даёт ему. Бонус. Про касту конечно хороший. Сейчас драка будет. Да? Вот так сделаем. Животник чистой. Да? Хорошо. Задушили. Сларк уже не вывозит. ГГ. Сюда видите. Пошёл рассинхрон. У них они соло отдаются. Как мы и отдавались в начале, так они сейчас в лейтгейме отдаются. Пойдёт. В целом пойдёт. Можно доламывать. Основные два огонима пацанам дал им по кайфу сейчас. Тиннику. И другим ребятам. Тиннику. Легчайший центральный заход. Не знаю. Отдают просто. Боятся. Не могут драться. Если в начале тупо убивали за счёт того, что не получается ничего сделать, то сейчас уже шансов нет. Хорошо. У меня ульта кончается. Надо отойти. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Встаю. Встанем. Хорошо. Пойдёт. Го по топу. Добивайте. Хорошо. Можно в хг-шку сразу. Да, не получилось тут фастовой катки, но получилась очень ложного игра с большим количеством ошибок, недоигровок, микро ошибок, микроконтрольных ошибок. Очень огромное количество вот этих микро ошибок и они реально очень много эти микро ошибки дали тут в этой игре. Так, манту сейчас создам. Хорошо. И не души, да? Печально, я сдох. Сдох как дуралей. Зашёл, думал, хватит домой. Хе. Да, катка максимально хреновая. Просто, не знаю, просто поотрубать пальцы за такую игру. Но не знаю, в целом камбэкнули. В целом камбэкнули. Если честно, я максимально недоволен своим геймплеем в этой игре. И считаю, что так играть максимально не нужно, ребятки. Единственное, что можно сделать, это глядя на этот видос, на эту первую игру. Такую, не знаю, абрыгантскую. Максимально хреновую. Можно сделать выводы, как и куда проще будет по позиционкам двигаться. Потому что, ну, это максимально слабый геймплей сейчас на алхимике. Next катки, надеюсь, будут получше. Потому что это первая катка. Всё равно я сел сейчас за камб. Сейчас чуть разогреемся. Чуть разгонимся. И будет всё получше. Если стадию лайнинга вы хорошо открепили. И потом начинаете ошибаться. Вас загангивают. То это просто гг. Я сам, причём, сколько раз лажал. Просто по микро ошибкам. Пальцы не слушаются. И гг. Вот, закончим. Так что я даже мог ребятам катку заруинить. Но когда вместе собрались. Уже немного получше. Становится. Ну, на Скайе, конечно, тоже некоторые моменты я не понимал. Там баратрум. Нельзя просто так бычить. Там бежать. Вот как, например, тут момент был. Там баро. Он бежит за Сларком без вижена. Его тут, ну, не поймать. Дастало, он там даст. Но я далеко был. Его не убиваем. У нас же нужно вижен. Я ж не буду в пустую в темноту прыгать со склянкой. Окей. Фларк нажимает Shadow Dance. Я не успеваю откинуть ничего. И все. И гг. Так что вот такая тема. Стоит сделать выводы по такой игре, ребят, просто. И все. Так. Ну что, я в принципе готов нападать. Нам топ осталось добить, да? Провеле 2. Let's go. Вот так сделаем. Нам бы Detection какого-то гембы на Death Stream. Хорошо. Взошел бы. Хорошо. Золото есть. Стоп. Кстати, сколько золота? Составки 1007 должно быть где-то. О, 10-400. Нормально. 10-400. Ну вот, душаем. Хорош. Сларк. Сларк душит. Души его. Хорош. 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 Прям под колонцем. Пойдет. Ну, в целом, первая игра, ребят, на тройку. Максимально слабый геймплей на алхимике показал. Ну, вы знаете, на стримах, как бывают, какие бывают в играх игры. И какая динамика в них бывает. Но Пуш, кстати, нужно отдать должное. Очень хорошо сыграл. Если он действительно чистый игрок, без софта, то он молодец. Очень хорошо сыграл эту игру. В принципе, по первой катке, ребятки, ну, судите сами. Сейчас пойдем в некстовую. Это дефолтный билд алхимика на данной игре показан. Это вообще фермерский алхимик. ГПМер, я считаю. Потому что у него тут манта, радиенсы. Поехала. Сейчас некстового алхимика соберем более боевого. Также начальные стадии, начальные артефакты у него должны также быть, в принципе, армлет, дайгер, радиенсы. Дальше же выходить в какие-то другие артефакты. Так что, ребятки, вот такой вот первый у нас плей получился. Погнали, некстовую. Что делать? Что делать, ребятки? Надо, надо делать. Судите сами. Если честно, свою игру вообще оцениваю максимально слабую сейчас. И так, ну что, загрузился на старая каточки, ребятки. Что ж, что я хочу от этой катки? Я хочу собраться в дамаг на этом персонаже. Если первая катка у нас была гпм-овая, в принципе, это считается гпм-каткой, то вторую катку я хочу сыграть через дамаг. Это, наверное, будет интересная катка. Сейчас посмотрим, как мы ее будем плейть. Надеюсь, ребятки, в команде будут хорошие, агрессивные. И мы задушим всех, всех в этой катке. Очень стыдно, на самом деле, за первую игру. Или за первую игру стыдновато, но ничего не поделать. Надеюсь, вторая игра будет поинтереснее. Потненькая, может, интересненькая какая-нибудь. И будет по кайфу, ребятки. Так что надеюсь на вашу поддержку. Спасибо всем, кто смотрит, кто лайкает, поддержит. В общем, что у нас в этом билде должно быть стопроцентно. В этом билде стопроцентно будет скади, как в прошлом билде тоже скади. Но тут будет опор максимальный именно на дамагу. То есть тут будет скади, будет абиссал уже. Будет, возможно, молния. Но молния стопроцентно будет в любом случае. А там уже посмотрим, что будем докупать. Помогите руну ползем, парни. А там уже посмотрим, как будем докупаться. И рили, вот надеюсь, катка будет интересная, рили. Прям вот у меня аж подгорает. На алхимике по кайфу плейте. Начнем мы с дефолта, конечно же. Возьмем армалет. Посмотрим, как будет по фарму. Какой будет у нас рун контроль. И будем почти двигаться, двигаться, двигаться и двигаться. Аганин, даешь? Да, да, да. Да, 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 даю. Даю. Даю, брат. Хорошо. Минь ждать. Хизе. Как фарм буде. Буде. Как фарм буде, брат. Напишем. Хорошо. Вижен типа надо дать его. Столмин. 30. О, снайпер. Бара, чаржись. Ладно, все, не буду больше вижен давать. Тут стоит, спит. О, есть. Хорошо. Хорошо. Бежит даже браконьерчик. Опа, второй браконьерчик. Куда не собирай, не собирай. Хорошо. Так, нет, 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 нет. О, руну опасно, опасно, опасно. Опасная ситуация. Можно руну потерять. Хорошо. Бхшник идет у нас еще тут. Отлично. Берем сразу сапожок. А, акулы нету там. Это такие. Акуры-то нету. Вот сюда вардик ставим, чтобы видеть верхнюю руну. Проблочим. И пойдем руну ставить. Урну. Урну, говорю, руну. Урну. Хорошо. Наша задача в миду максимально хорошо от ласт хитить. Инвокер, скорее всего, будет на миду. Сейчас сразу куру возьмем, наверное, пацанам. Вместе, совместно, так сказать. Хорошо. Хорошо. Скоро начнем отсуидить. Вторая пачка крипов придет. Оп, и пошел отсыд. Интересно будет посмотреть на этого инвокера, какой этот инвокер. Если орла критивокер, то он, по идее, меня должен выносить в миду. А если обычный дефолтный вокер, который стоит и менжуется, то, конечно, маловероятно, что он будет меня задушивать. Так, хорошо. Смотрите, что я сделал. Я взял сейчас ацид. Троечку, двоечку. И с этим ацидом будем поддушивать. С этим ацидом. Инвокер выгоняет, выгоняет, понимает, что... Дашка будет ему потом, если не будет выгонять. Ставим вот такую вот ацидку. Сейчас ботлик надо быстренько выколотить. Оп, хорош. Оп. Жесть, как его карает, посмотрите. Это имба. Это просто... Жесть, какой герой. КП нету, пацана, все. Ух, нифига. Агрессивный. Очень агрессивный парень. Очень агрессивный. Хорош. Ботлик сейчас все вышли, мужик. Хорош. Погнали на нижнюю руну. Ну, не вижу, монетка. Монетка, иду, иду, иду. Эээ... Эээээ... Ну, ты чего? Поставь, да. Монетку забрал. Давайте, выкачаем стан. А, тут рону нету. Ну, хорошо. Давайте, знаете что сделаем. Ботал отопьем. Ботал отопьем. И на базу. То есть, на базе стоит. хорошо алла критивокер да точняк хорош значит понимающим хорош два крипа забираю так нужно еще подстакивать бы си олега там все равно будет кемпы забирать поэтому не подстакиваем ребятки если подстакивать у нас не получается то фармин просто мид опор делаем именно на центральную линию максимальный опор на центральную линию хорошо это смерть пара прибежит заберет еще и крипа забрал чтоб бар инвокер бал и нормальный них ахевич не надо не надо пожалуйста хорошо инвокер бал переагрим чуть успевай забрать хорошо надо купить себе хелл чтобы против инвока нормально стоять по агро пошла могу умереть кстати хорошо ой как я отмансил отлично просто вообще резкий стрейк такой это мне спасло жоп резкий стрейк не надо им шелкер для чё делает браконьерит он хороший монета оставь 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 ползи пожалуйста пожалуйста я намажу тебе даже где сюда держи держи заслужил вот спасибо реле большое вот ну готов каждый раз мужу бумазки если он будет не монеты оставлять спасибо друг спасибо так в общем пока что идет все ровно не сорянно то что активчик есть такой но все равно армалды то там душит тени 6 похода языка ткабы да поесть два легеньких слотика о куру подрезается речи делает хорош они не любили алхимию поэтому душем хорошо так но у меня почти есть армлет берем главу стоп хейст и додушиваем темп оттяжка захожу жила стечену нагло нагло награды нагло работаем потому что можем себе позволить на данный момент на данном 100 на данной стадии так ацид не юзаем жалко не вижу инвокера можно сейчас ошибиться очень сильно монету монету раскачиваем ребятки надеюсь эта катка будет интереснее чем 1 потому что первая максимально ложевая было слабенькая катка было честно максимально слабенькая слабенькая катка была ничего не поделать бывают карте не не всегда катки не всегда катки должны быть прям perfect говорится знаете то есть идеальная типа да не должна быть катка всегда так успеваю забрать да армлет есть пойдет и пашечку берем о регенерация спасибо друг хорошо что монлокер с арен вуд бранчи оставляет он насчет лесочек бегать мне принципе крипов на миду долбите 70 крипов я должен сделать в принципе я так думаю монетки нету тут естественно пробежались просто так газуем хорошо вы не добиваю чайка монетку есть стики даст и есть он ошибся зарываю жесть он быстрый на вексе убегает оружие молодец барыч тут криптика заколотим жесть вот эта бара загангал со мной тут сюда на низ руна сейчас выйдем можно так под пармить как я сейчас сделал я вылетел на низ мид у меня стоит там пачка крипов тут две пачки плюс я сейчас руну заберу у тебя три пачки забираю и забираю руну и иду сейчас ты пашку только возьмем еще дополнительно хорошо и побежали на руну там крипа еще идут пара пачка то пульта нём что побыстрее побежать и летс гол хорошо пока что плавненько флоу чисто монетка на низу но все по плану ребятки она из монетка акс все-таки собирает собирает акс снайпер там еще об хорошо сколько грипов интересно сделаем если так ласхидить буду как сейчас то очень мало против опытных инвокеров на самом деле на алхимике очень тяжело стоять потому что он не будет давать добивать он будет пытаться сам добивать и это будет вам усложнять игру так 61 крип есть хорошо мид я спушил 2000 золота имеется гол по кд ультовать к сожалению стака в лесу нет потому что фармит легион о фига там акс идет я не хочу воровать у него транквил честно ребят не хотел воровать я бы если хотел я бы добежал с воровал но честно не хочу что я хочу к . отписать хороший да ладно а кстати могу что так сделать не могу крип за руинем прикиньте мог сейчас и забрать инвой на вексе не догоняем у меня сапог просто у него векс он векс и давай ты все так 64 крипа 65 так 66 вот тут еще там арнем парманем за шаманим вообще ну по идее не догоняет а ну сбыха догонит базар урок на тени к выйдем ну тут такая тема что все очень плохой на рипера посадил понятно а чати не вот так вот не пошел не знаю ладно он наверно тоже побоялся но сфидели окей 70 крипов сделал и сфидел слишком занаглел пацаны вышли задушили пойдет блин лего только леса то что колотит да не комфортно 3000 золота наколотил смотрите я бы себе леса подстакал но легион не даст он будет забирать то что я стаку и я тем самым время потеряю жесть сколько секунд мне еще 45 секунд прикиньте сколько я сейчас потеряю с этой смерти до ждем ждем радик не скоро будет на тупе фарма много карта должна быть интересно тут надо еще на вставочку оформите рекламку вставить ребятки рекламка будет после вставочки там чисто так поржать если он не знаю так поулыбаться просто не то что поршать надеюсь вам понравится как вы любите так ну что 10 секунд выходим на централь лотар лего купил но он в том он вами что ли прыгнул про коньер этот хорош вот вообще манта нужно будет до отбаха так есть дает кнопку а ну все не заберет не думал что он все равно побежит окна его бара задушил олегич там подох хорошо ну бар забрал они оставим боковом купим хорошо ахевич макаревич даблкил нифига си там это кто такой 3 на к 3 по короче так но у меня 12 минута сокрыт это на самом деле такой себе средний тайминг но потому что тут видите как получилось сдох еще на рипера улетел ничего страшного плюс руны еще руны и в лучших в лучших моментах при лучших раскладах вы покупаете примерно радиенс где-то 950 при лучших раскладах а при средних раскладах как сейчас в принципе вот вы тайминг конкретно сейчас видите собрал купил побежал это без стаков это без стаков если вам саппорт будет подстакивать вы формуете очень быстро очень быстро очень быстро выформить будет если саппорт вам подстаки но у меня легион в лесу стояла поэтому не не пытался даже подстакивать не вижу смысла лего все равно заберется зайдет так но этих крипов надо казнить и не успеваем иногда можно взять ты пешку вместо ноги очень хорошо помогает внизу очень хорошая драка хорош жесть там драка лютое меня прям там не хватило сколько там лук лукс бара пишет так это руна офигенно сейчас мы ультанем погнали лукс бара блок стул хорошо вот так делаем хорошо пусть забирают понятно бх палит меня хорош ефи один жесть если я его запилю это конечно жак промах да ладно 2 хп просто прикиньте какой рандом и мешай же с никого в лесу нет прикиньте дэнвокер выжил чисто на крополях криса получается хорошо обычно 15 минута это правило и даггер еще до кучи это докатка вообще изи катка а что ребятки держите в курсе так стан раскачиваем сейчас дагерочек и начинаем можно сейчас с ребятами аккуратно вот тут вот такой подфармливать аккуратненько давайте вот это выформим есть у тебя даст лишь брат хорош крюся 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 барай мх чего барай мх ты вылазишь там пробежался чисто рядом тот успел чарж на диван говорит барай мхан это же не лоджика дайте суру брат а чё ты писуру не даешь писуру дай ты чё видели сколько он ходил причем он влево вправо так вот ходит а у меня герой еще почему-то сразу после этого бласта он вообще чё-то заигнорил жесть прикиньте ладно фиже ok go travel вот так вот блин как же кайфово наверно на тениках играть с мопхаком вы прикиньте вы двигаетесь по карте очень жестко и убиваете кого хотите видите а там один игрок стоит и спокойно забираете прикиньте блин а есть вообще опечалил сейчас вообще ужас ходит влево вправо такой нас убивают загрели 2 секунды проходит 3 секунды 4 секунды 5 секунд проходит он такой о надо писсуру дать и до закидывает нормально круто так погнали сюда что-то много умираем цены на счет до игрока начнем тоже я конечно не тени смс мх но тоже могу забавная как она вставочка надо на вставочка я конечно не тени сам хана хорошо и не потом добегался лучше конечно же если вот так вот знаете ну я просто пытаюсь еще что-то подобивать я пытаюсь еще что-то убивать а можно короче тупо фармить афк и больше иметь быть на самом деле реле больше будете если будете афк оформить меня просто неудачные драки как видите понимаю не стал дальше идти дальше он не стал идти ну дальше молнию я куплю хорошо есть кнопка ребятки там собрались потная катка будет интересная так вот делаем хорошо я выйдем на руну еще за такие фиссуры как ты даешь я тебе вообще ничего не хочу пулить братом серьезно отвечаю даже ужас какой-то за такие фиссуры которые он дает то есть он не дает их хорошо криса кто-то вниз и беда еще хорошо микрофончик подвинуть так вот сделать инвокер без ульты я его помню не забираю сколько и чп полторы тысячи это очень много сультой он ли отца забирать найсапы в аркете подставили тут хорошо все блокер такой приходит одни крипы и леснички уходит снимает хорошо сейчас соло праги будем делать просто и все будет огонь быстренько откидываем тут пацанов деревянных вот этих две семьсот это молния не хватает ты шо как не хватает хорошо ребята дерутся до до поможем хохевич что сагрил хорош взорвана взорвана ух нифигасе вы дамажите ой смысле я выключил о боже а эти так и стоят в лесу блин как я тупо сейчас сделал я не увидел что-то вортычку выкинул честно ребят просто я сейчас играем реально и наверно шестнадцатую и груди этого же подряд но то есть не на алхимике а в целом шестнадцать или семнадцатая игра я немного просто уже подустал наверно жесть вот так хочется гайд дописать на потому что не получается написать либо катки 2 на 5 либо катки 4 на 4 не хочу такой как вставлять так что извините ребят за геймплей будет максимально мусорно но в целом будет хороший результат жесть вот это я фигню сейчас сделал просто выключил армлин круто можно дрогнуть пожалуйста сори ломайте а все 6 21 минут у меня нифига нету я такой слабый на самом деле даже не представляет насколько слабый я не тенис мх10 на 3 рар хорошо отлично так есть молния имеется ну хп вообще нету на самом деле так будет то дефить интересно или нет гонору нам хорошо молнию взяли монета дано сейчас поменяется хорошо еду 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 монетка не мешай вот молнию добить уже до кайфовать молнию добьем до кайфовать можно будет уже почему бы и нет акс тут пофармил да хорошо я готов опасно выходить на что я чувствую что можно тут сейчас нарваться на дефи да вот он не один по-любому будем пробовать конечно хорош есть снайперы шо там бомб хорошо то что нужно этот алхимик получается такой безарморовый 6 тени везде их находят он просто ходит и пищи жесть что за делаем коня по левелу кстати у тебя 16 у меня 17 так есть кнопка 23 минуты я до сих пор не я фул слоты ребят чтобы вы понимали хорошо вот бх идет жесть мх надо нам так 1800 выжил да он там жестко жестко парень выжил так 11 надеюсь выживу если склянку под себя прям в один разочек чёрт страшного не будет так next сканди ребятки я ухожу отсюда они вообще среди не выходят я так понимаю вот сейчас один раз вышли добыл килом запахло аккуратничает очень сильно оппоненты бегаем пока фармер сказать успех фарминга на алхимике это просто бегать ковырять по кд крипов и все 24 до макс поймал мы поможем пацаны хорош и забирает с урны забрал прикиньте я золото кстати вообще за эту драку почти не получил но вставочку не было а надо на вставочку вы еще как на вставочку не сделать а вставочку must have must have на вставочка ммм понимаю бх что ли тут или варды стоят варды наверно бх бх он такой вот крысиный горошина почему нет хорош под центром беги а чё ходишь-то а вон с эндри паста для он крыса так ну что со егисом должны сейчас делать вещи же странный теник такой берет плюс она заберу иду 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 так я готов делать рэмпэйджи пацаны я готов делать рэмпэйджи рэмпэйджи оппоненты чисто дефа играют от дефа давайте купим себе гиперстоуны пробафаем но так как у меня сейчас а егис просто с эгисом можно поделать вещи и надо драку хорошую такое драку но это походу в хэге будет драка да карка получается не сильно активная но в целом успешно я думаю будет успешно хорош лично если на загора по метеору прям пробежался продушить дай за душу откатили понимаю бх треками дождь от манту нужно манта у меня в этом билде манта в этом билде не предусмотрено у меня не знаю не очень хочется ее делать волна не сломаем ни фрага вообще не сделал три минуты искать и должна быть у меня хорош три минуты должно быть скади ходим боковые пацаны от дефа вообще жестко могут стоять этот все со своим аганимом да за твоей киссурой какой тебе аганим хоро ши ой хорош дай ему одесса одесс дай отец отец дай одесс так я в шрапнели бегаю да есть плюс один ахевич души доманы хорошо пацаны душат так не стиль дай на вставочку снайпер на вставочку можно нет не хочет от криса вот твои дети треки висят так скади есть отходим на б то давать ему аганим или нет или самому одеться за его фиссуры он еще застелить хотел видели криса снайпера надо ловить ребят он типа реле опасный это кажется так знаете он стоит там настреливает это страшно отстреливает страшно так полторашка есть да скади имеется хорошо было бы знаете так напасть как ты задушить прям меня кто меню танки мага нигде и не дам тебе да не дам тебе да задушил о привет да замедлен ах ты его лишь меня рибер пуха по бахашник еще понимают ребят никого нет рядом можно сдохнуть так так даже можно сдохнуть на самом-то деле хорошо даже сдохнуть можно сюда такая интересная активная катка можно будет там и наставочка наверное сделаем рекламную паузу чуть позже после вставочки сразу рекламная пауза дорогие друзья блин манта очень нужно ребятку и старм лето манку прям очень хорошо зайдет пойти сделаем так это чё у нас тут манта подожди отчаянно собирал он поставил ой-ой-ой-ой-ой что там надо хорошо запутался совсем билде эту забрал хорошо манта есть let's go манта чтобы треки снимать но по-любому она тут нужна ребят глупая и не собирать на самом деле хорошо можно лис так вот опа там драка да ой рано нажал только опа я могу отъехать тут кстати . много дамаги рипер нет только не сильно уже есть это вообще комбо лютая баран даже не сполохнулся кстати жесть короче смысл таков я так понимаю тут каждый сам за себя в этой катке но я пришел такой думаю но сейчас подерусь там акс жесть как дизай блин нормально пробивают манта манту сразу сбрели а бар кстати мог сделать грязь не они хотят так задушивать ладно не суть больше так делать не буду окей надо с командой пусть команда начинает а я спины в крысу сделаю все наши нужные дела пацаны фиданул получается да ну я три раза фиданул ой-4 у меня вся команда по четыре раза фиданул так и если надо будет сделать он заплачет там мб пора душануть их сторону они сейчас так оденутся там некор по чуть но у меня опять забрали щас некор одевается по все равно буду учить своровал а гоним что это то это как они гивы и нокер потом войти будет морозить а этот хекс делает меня еще башер должен быть вашим должен быть а макс очень сильно будет сэйвить прикиньте я влетаю начинаем грызаться и акс такой и все дуэльку давай ему о молодец какой какой молодец хорошо урошу там инвокера бежит он что ли но подходе придется драться я подходе не хочу драться хочу подходе драться макс залагал что ли а реконектит нифигасе он или залагал сейчас будем заходить я со сторон попаду надо чтобы кто-то напал по ногу на низ толкнем шарт у меня есть у меня принципе все слоты есть 2 600 если честно баф аганима это такая себе тема потому что с бафом аганима вы подставы поднимаете себе количество хит-поинтов статы как-то да для там ребята начали транс снайпера буду врываться один че делает хорошо хорош до болтил так сюда наперед отлично за горел а будет на вставочку может олега забрал вот криса не дает на ставочку прикиньте инвокер оба давай давай о хорошо хорошо но такой на вставочка вообще не дают прикиньте крысы какие на вставочку не дают работать так у меня башер есть принципе башер есть эй валить валить до кушать и долго будешь фармить сейчас напишет по-любому классика все отхожу так сделать огонь и пацану горош что-то не можем выйти идея гоним бери он своих продавцов деньги понимаю не хочешь да мне дай а ты заслужил пишешь такое пишет плохое а те давайте дадим этому балаболу вонючим что делать с ним еще погнали на базу слетаем хорошо балабольчик вонючим так ну и надо на вставочку закончить и прям просто такие шкири погнали вон надо со снайпера начинать снайпера души и заканчиваем там еще бх-шник с инвизом тяжело конечно на вставочку тут делать можно быть еще в секретной карте попробовать на вставку делать тут можно уже принципе заканчивать я просто хотел как можно больше артефактов выформить было интересно прям такой мини лейтгейм чтобы был на топе пацаны хорошо на топе бх-шник да попадается у нас на тп уходит там еще инвеккер все ушли на тпах хорошо на тпах ушли пацаны ахевич перу будет кого казним жесть он дырный посреди вообще не пробиваем жесть тараска-то тарасочка опа сюда хорошо давайте с пушем асабисом отлично вставку таки не дают не дают на вставочку сыграть но катка в целом хорошая крипов много чё по эстэшке эстэшка гоблин грида 9 700 и бх-3600 нормально пойдет принципе душу или не душу зарегенится он быстро и гене свои ноги сломали сторону по кайфу две даже так берем башер все нам наши задушина хорошо отойду с дождемся башера уже закончим катку это не знаю вторая катка такая поинтереснее без без таймингов но третья катка будет по-любому и на вставочку сделаем и рекламку замутим полюбая надо ребятки полюбая потому что так не делается принципе такая менее менее принципе нормальная к . более-менее получилось так стоп и дай мне вот это давай где там сократ релик всего посидки есть вот так вот у нас отлично пойдет снайпер конечно сильверу хоть тоже неплохо акс вообще жир нючий вы видели как вы прыгать пошел ай жир нючий хорошо один есть ей дай заберу да видели он так вот с руки туда типа есть но гг прикольная игра получилась пацаны молодцы всем этот теникс мх нормально тоже сыграл в принципе понравилось мне пойдет тяжелая катка для оппонентов на самом деле прикольно что в команде были игроки которые играли так что ребят вот такая вот вторая не знаю понравится нет просто избиение и остается на секретная фановая катка ребятки не знаю пойдет не пойдет но в целом надеюсь то если что можно будет еще дополнение понаделать там на гайда так что такая тема но эта катка прикольно тем чтобы в принципе боевой алхимик и не гп мир а секретная катка у нас будет через гп мир и ребятки надеюсь по на вам понравится эта катка у нас такая принципе средненькая и сейчас мы сделаем на вставочку и конечно же интересные вещи итак ребята загрузился нас next of a это крайняя катка это фановая карка и ребята в общем смотрите что у нас в этой катке должно быть в общем алхимик фановый у нас будет максимально фановый алхимик надеюсь катка получится интересно и что полить что вернее собирать я тут буду я сейчас напалить не хочу пока что полить не хочу но но целом катка будет интересно я думаю главное быстро вы формить и начинает дышать с лорд дартом смотрите нужно еще на вставочку сделать тут потом что нужно еще сделать нужно еще нам конечно же рекламку включить здесь до рекламку который вы сам уже ждете с гайдов на тени еще такие рекламы там особо ничего такого не будет но в целом я думаю вам понравится висп у нас тут а давай становись тизери и зерри и зерри и зерри когда сюда даешь они ломают деревья помой хорош висп понимающий внизу сможем забрать или на топ хорошо достаточно если он мне подстакает подстакаешь висп висп постакаешь или как очень рад хорошо нашелся короче висп у нас будет скорее всего подстакивать гора занимать пацанов тут разнимать разминать упас ларк с прыжочком сюда тому кто больше платит все мы здесь оккупировались со норма лингу и кварт отдаю ему пудра там нет и нет он там тоже леденький пик там нету из кейперов но в целом сейчас походу будет очень интересная катка оставит хорошо наша задача в общем если висп сейчас рили будет стакать это очень хорошо наша задача максимально хорошо выформить центральный и пропускать стараться ни одного крепчика пацаник то в меду будет и а давайте чуть-чуть ярче сделаю вот так вот сделаю да наверное будет покрасивше прикольно уже лучше выглядит покрасивее немного стали спасибо ребят всегда поддерживает очень если честно такой гайд у нас получается немного напряженный тем что отки конечно не такие которые я бы хотел там нету таких потных если честно были потный но они заканчивались поражением в 20 что-то 27 на 4 я проигрывал две игры ну примерно такие под тридцатку фрагов был и были кдашки очень неприятные игры были таки царича делает ну тычкуется правильно делает у него еще сапог статью раконьерский хорош но у него нет армора это его минус огромный я так думаю он будет пытаться меня закидывать то первые вот этот и ни того ни того не добил ну хоть этого добил хорошо из подстакивает да берем ацид будем ацидом его кошмарить монетку пока не берем но монетка как бы есть на будем тупо кошмарить ацидом и не такой агрессивный какой-то здесь смотрите он бегает такой влево вправо хочет хочет наверное на кукан не тянуть меня что браконьерский тут опасно подходит этого деда ласт хитить молодец кстати подрабатывает хорошо сейчас ботлик возьмем давайте проблочим из инвокера гоняет очень сильно фонтану пёс на из них так быстро толкаем и на руну все себящик липов добивал спасибо так но монета на низу побежали есть ботлик успеваем интересного не сдавайте закинем hill висп стакает о монета хорошо хорошо урон доска смотри там этот крипов душит и не кстати молодец хорошо делает старается пачковаться пачковаться и добивает много кстати добивает много добивает много парень на тени давайте засуицидим ладно хрен с ним выровняем счастливе стан возьмем наверно в единицу так 20 золотых оп хорошо как я не добил хорош сюда дорогой давайте арморчик возьмем арморчик есть так на 15 крипов на 3 это плохо на 4 должно быть 25 я вообще добивать не могу просто криворукость просто это у меня вот какая наверно 17 игра где-то и немного тяжело восхитить где-то промахивается это плохо может закинуть меня просто я почему боюсь подходить потому что он может заагрессировать и просто меня закинуть он закинет меня катя туда далеко и это будет бабушечка очень плохо будет это очень плохо хорошо у хорошо жалко не монета но пойдет пойдет жалко не монета но пойдет так перчатка есть у меня артефакты не пришли да кто-то их дропнул это дропнул их фармин можно сейчас пытаться линия толкать хорошо линию толкать и будет нормалек хорош давай отстань от меня я знаю что ты меня кинуть хочешь не надо поделись то здравствуйте куда бежишь дорогой ладно беги прощаю но я понимаю что он хочет сделать но я не даю ему это сделать я жертвую крипами которых загоняю под тэшку но в целом зато фармлю пятая минута не до фарм есть у меня небольшой и большая не до фарм за фармин быстренько крипе обновился лес пятая минута есть почти армлет пятая минута принципе армлет пойдет селедка что лес фармит там уже ох нифига тут нас так 6 красавых так армлет есть сейчас руна будет погнали на рунам финик меня с прокаста по иди выносит все что поделим сейчас пойдет но на вставочка тут надо сделать пацаны надо сделать на вставочку один об монеточки нету плохо он три героя так чуваки седанга фармить да такое отдаю и монетку конечно по тупости сейчас толпу станем подожди давай хорошо жесть как он тут настакал фарманем быстренько чуть-чуть хорошо отлично и не придет этот кем сейчас запинаем хорошо есть и возвращаемся в центральную и сейчас 600 золотых у нас имеется хорош тут если сейчас буду добивать вообще по кайфу будет у меня так сейчас идет очень много золота можно хапануть и не такой видно агрессивный агрессивный тени а вся как обычно крипа не добиваю хорошо дайте не пошел он какой-то странный что с ним били так но не повезло опять с монеткой до везет ему монетки мне ему постоянно падают он экспу как бы не хапает монетами фармит очень хорошо так у меня 2 400 езда монетами подфармливает парень сейчас еще разочек ацид хорошо есть хорошо все погнали фармить сейчас побольше к им задушим слордара что там птшка на агрессивный слордар хорошо начало армористого хорошо хорошо пойдет отлично вот это фарм идет конечно я понимаю оформляем нормально не отходя от концы два кемпа прям это очень много там правда ребята видят что-то будет интересно хорошо пойдет так сократ девятая нормально в принципе хорошие тайминги будут без меня полностью содержит можно сказать умрет печалька я попытался его остановить потому что знал что сейчас будет закидывать но не успел хорошо забираем руну тут так стан начинаем раскачивать потому что сейчас уже радик будет опять на не везет на монеты ребят прикиньте степени на монеты везло насколько хорошо у меня был уже радик сейчас на десятая минута на 950 хороший тайминг был бородиенс но не везет на руны везет монетки не подбираются ребята не подбираются монетки так зафармливаем спине да хорош я тут убегаю у меня все есть чтобы убежать там целый гей парад я вас понимаю ребят негодование ваш ваши негодование мне понятно из цепляйся зацепил скорее всего умрет а крипу цепанулся да хорошо молодец хотя бы крипу я думал ко мне прыгнет чарадик пробежка такая легкая получилась пойдем на миг легкая пробежка на 11 мульта не жесть в круг просто пробежались надо щиток поменять на тпшку алхимику ранее слоты менять надо очень рано тоже но ты просто не успеваешь а поэмить ура то улетит то еще что то так но это кстати минус таваршет будет не хватает чуть до 11 так у нас 05 15 там пацаны 515 а по новой как и тут походу не получится по новой именно вон на базу сходим придем с тпшками так 11 нет же все монеты на низу резца это что-то такое за браконьер не факт что успею потому что пацаны уже вроде выбирать туда тп хорошо вот те что там лотар что ли а я понял и прикиньте у него лотар лотар воды нифигасе меня шандарахнула мандарина какая-то нифига я армлет но у меня армлет не был включен и получается они внесли мне урон и ластик прям четко нанес но я не думал что я там умираю вообще никак я там не должен умирать 6 вот это там рафит расфидели этого vd 60 vd 0 5 1 5 1 6 вернее жесть это пацаны душат но тяжело будет походу да и тупить главное лечми к пацаны молодцы там хорошо шарит вот эта проблема со свеч доктора с этим то его так на фиге 6 ладно сейчас два кемпа туда-сюда обратно ради главное есть у драку я собью тебе дружок сюда и а именно свеч доктор хорошо пукнул под себя честно что да что ты черт бери такой несешь чеш надо на вставочка сделать ребята бывайте хорошо в лес ныряем поздновато уже да шо ж так все видят то что все видят а и руна на топе вообще максимально народа не везет ребята максимально не везет народ так travel до игрочек и поехала правил до игрочек и поехала хорошо брали чуваки сюда гол фармится хорошо ух там на миду жесткая чё-то чайник пошел ладно прикиньте как я лоханулся форма кончается получается и у меня ну таргет сбивается на трипл клики делать прям жесть за то что форма закончилась так ну там тени с дайгером стан я раскачал прошу еще один хочет по филипу а если парень на этот раз а подойдет по фармить и пойдет ладно пойдем туда она идет это минус смелый с раскачанным станом еще смелый минус хорошо тагерочек надо срочно 15 принципе из-за монеток у меня стандартный тайминг получился вот просто нету монет все это время тупо без монет я остаюсь и тайминги слабенькие получаются тайминги слабенькие стан раскачен так но я один кор по ходу фановый бил тут не получится давайте тогда серьезную катку по наибилд может быть потом еще залью если попросите может быть отдельно так сказать этим дополнением выпущу почему нет может дополнением сделаем туда если тут серьезная катка то надо всерьез к собираться почему нет не хочется лузать такую игру пацаны меня отца портили еще 100 планет свободы так это же gg так как ходит он да понимаю но у меня стан уже в 4 стан в 4 ля там на медуз сколько народу ну в гпм я буду собираться сейчас манту начинаем хорошо кто там идет денег да теник лотардио дефолтный теник будет и так понимаю дефолтный теник хорошо там дагера у них и не то в рунг цель он таргет так меня не блокуй у ее ее висп уйдет я не за суицидию хорошо вот это escape хорош успел прям я так отблинковаться так не успела там до закупиться первое что я сделаю это манта хорошо манта будет вот так делаем сюда первое это манта будет первое манта хорошо тут нужно будет еще что вставочка главное не забывать ребятки но вставочка это очень хорошо кто-то шел до феникс инвиза мне кажется у меня прям как шандарах нет там слышно было топа такой знаете так ну такое эхо есть небольшая когда ходят такие великаны великаны ходят когда второе эхо слышно вот это парень на теники шоу хорошо пойдет забираю по идее да отлично сюда а здесь не буду ваш пока до улетать хотел откинуть хорош стопа был был отлично есть ребята там пошли драться да так молния у меня есть ой молния манта сейчас наша задача уже играть максимально агрессивно собирать их пятерых и дальше выходить в актарин то есть сейчас стандартного гп мера соберемся стандартного стандартный гп мер стандартный гп мер гу хорошо пойдет хорошо оставляем иллюзии гу тут зафармим пол актарина есть и 25 6 лотов должно быть у нас хорошо скелетиков не ждем просто зафармливаем сейчас берем арбум из нафиг не нужен монеток нет пожал отлично потом на топе с ясно только так 1700 нужно для того ребятам он берутся то есть 1700 нужно этого чтобы задушить пацанов уже с катарином то есть там внизу весело погнали поможем хорошо что манты создал хорошо видж доктор убегает мангу сюда это сюда хорошо вон он дэшник хорошо уходим сюда так 200 есть сейчас актарин не надо меня убивать актарин и на вставочку надо делать надо detection какой-то погнали на базу есть 6 лотов га давить их на в.д. гоу пятером душить их сейчас на вставочку как бахнем с рекламкой пацаны ультра у эхо будет хорошо так но есть у меня кнопочки да можно низ можно куда угодно ребята на миду прям жестко стоят на миду жестко стоят там теник еще блин с инвизом ты персонажи которые и которые имеют инвиз это плохо если еще по-любому соберет хорошо гол т2 22 минута я 6 слотовый надо работать доработать топе форму очень много мне нужен байт байт нужен центре сразу о рошан да вот так вот сделаем лич там с аганимом не знаю там они в пятером проконерят и чаник пошел и надо плюс обошел на лоу хп парень есть дабыл кел так лечь хорошо ах вы крис и он мне не достал прикиньте не достал понимаю ну почти на вставочку почти на вставочку разошлись очень сильно очень сильно разошлись так где этот браконьер на тени да да боже ты мой в реке если подвязал было бы хорошо так ну шарды сейчас будут хорош радиком запилил отлично так есть моншар хорошо ну в цени ультру рампагу что-нибудь аппатиник поймали или нет или нет его пацанам помогать их так один есть хорошо стой хорош дабыл кел отлично ой 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 не надо душить касками это гг 6 3 этот сларк сларк заруинил тупо сларк заруинил меня он не хватает детекшена мне нужен детекшен чтобы убежать я бы сейчас ведь доктора сразу убил там сларк у нас 093 бегает вот сносить пацаны соберитесь уже наверное минут пять они просто где-то все дрочат в разные стороны я вот как посмотрю на миду один стою вот здесь кто-то стоит с моих союзников остальные где-то бегают нужно собираться иначе в лейтгейме не потянем я уже 6 слотова будет потом намного тяжелее сларк 0,9 ничего не сделает в катке абсолютно ничего гоу интересно гоняю сейчас чисто на перефарме вд одевается все одеваются там сейчас стрик еще забрали сейчас они жесть как оденутся ну видите как получилось бежишь убивать сларк подходит бездумно без раздумий просто руинит руинит тебя и все ничего страшного научиться может быть когда-нибудь на сларке играть так внизу трое возможно даже четверо 6 секунд ерес ой инвокер погибает я сюда на этих крипов хорошо хорош давай давай триплу надо минимум манту нельзя создавать хорош на вставочку можно ну это на вставочку как говорится ребятки самое время наверное рекламной паузы после такой темы ¿давайте порохлим Humời давайте порохлим чуть-чуть ой что это я уронил ой что ты делаешь нет это было приворотное зелье это было приворотное зелье я чувствую что у меня в рот вразка попадает роворки ну как вам рекламная пауза если честно бесячая тема тем что блин я сижу что-то монтирую и прикиньте ввожу мне нужно было звук блеска типа знаете алхимик там монетку и он видит получается что я напишу это звук блеска и получается что это нихрена не звук блеска получается какая-то фигня но как вы поняли если хотите такие же видосы я буду запилить пацаны так что держите в курсе надеюсь они вам зайдут зайдут так раскидываем иллюзии вот сюда хорошо ломаем пацанов ломаем пацанов так нужно дойти хорош с не надо дежурим дежурим с виспом висп молодец а не могу длинковаться жизнь не души и не идет пойти надо и не идет сейчас ульта будет хорошо хорошо каски склянки жесть что за дичь что за дичь где сюда хорош а еще на ставочку можно хорош и полкил ладно ты меня каски кинул спил души часы ультра сделаем еще одну ставочку еще разочек хорош ультру даешь армпэйдж даешь не даешь походу инвокер зачем этот юл да сзэ это и зачем поднял вообще зря по моему поднял я там забрал гол дышать додушиваем алхимик заканчивает катки вот 30 минута хорош есть есть пацаны пишет сларк 010 жесть но пойдет ребятки рампагу не сделали в этом гайде но ультра килл на вставочку оформили голда купим слотик еще один что нам нужно докупить нам нужно купить еще два слота вот это продаем смотрите что возьмем тогда можно взять молнию на дополнительный с принципе по дефолт он так как мы принципе тут пару клуб собрались давайте я сделаю другой артефакт сейчас мы это купим вот так вот вот так вот раз это рот локатка она это подразумевала кстати эта катка это подразумевала но я если честно побоялся собирать но целом я вижу что может тут катку выиграли поэтому давайте догон и будем в погоне за рампагой сейчас надо доделать вещи не хватило кстати когда рампагу еще сделал хватило до третью сторону локер с аганимом какой догон думает пиша ты что псих что ли какой догонный хороший о ее раньше помню дагера можно дагера можно было катить 2 до это звучит глупо но можно было раньше жесть о подкачина есть гол топчик с ребятами так 40 секунд парень резается нужно аккуратно додушить их с рампагой желательно но ультра килл на вставку сделали рекламку вставили ребят принципе в этом гайде я вам ничего больше по сути не должен если честно катки были тяжелые на гайде алхимика я прошу меня понять потому что действительно было очень тяжело в некоторых моментах некоторых моментах было легко в некоторых тяжело но в целом надеюсь вам понравится гайд как бы вроде неплохо вышло вроде вышло неплохо стоим теник там резаться я жду пока тени резаться хорошо и прикинь о поезд и сбил хорошо ой 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 да да ладно а есть три полкил отлично жалко не ультра ломаем топ жалко не ультра теник тот пойми замбегает ужас браконьер просто в общем такая ребятки катка все-таки рампагу не сделали но вы все знаете что на стримах на стримах рампагу делаем ребятки поэтому спасибо всем за то что посмотрели этот гайд всем успеха в целом запомните что нужно знать знать нужно по алхимику то что алхимик это персонаж который заканчивает катки намного раньше чем другие керри если вы будете затягивать вам будет намного тяжелее это делать в целом я считаю что гайд получился полноценным интересным ну были микро моменты конечно которые прям ну не очень ну а что поделать я сейчас застанусь и застанусь были конечно моменты что не очень но в целом принципе пойдет гайд нормальный 6 сколько сейчас маледикт очень сильно нанесет маледикт контрится большим количеством хила а по идее пофиг на этот маледикт так что вот такая ребятки катка давайте подведем итоги реклама была вставочка была что теория хорошая ребятки не скипайте теорию досмотрите до конца следующий момент алхимик метовый герой который спамится на 85 карте ребятки не забывайте что на алхимике важно быстро выформить и закончить игру ни в коем случае не тяните не фантись и если вы хотите именно на победу то на алхимике всегда надо быстренько тык 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 раз все обкатка закончена птс и ваши примерно 35 минут 30 минут каточка успешная будет так что ребятки все на этом гайд окончен спасибо всем кто посмотрел обязательно поставьте лайк те кто еще досматривает эту конца очки те кто вообще слушают мою речь какую-то и принципе все ребятки всем успехов с вами был xanazos и до скорого